так здравствуйте дамы и господа с вами александр шадов сейчас кандидат философских наук секунду проверочку все работает да окей хорошо все отлично работает здравствуйте сегодня мы будем разбирать книжку ютковского вот ну книжку юковского набор статьи ютковского сайта less wrong и не то кстати ютковского у нас там будет некая 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 альтернатива еще один автор дополнительно к этому прибавится роб бессенджер соответственно ну материалы в основном будут посвящены искажением когнитивным что мы конечно затрагивать не будем нас больше всего интересует непосредственно сектантский характер вот этой группы less wrong что в принципе да идею хочу провести согласно которой все эти less wrong of the это ну как бы сказать сектанты сиентизма причем именно что сектанты это не обыденное какая-то сиентистское направление да это какое-то очень своеобразность сиентистское направление они безусловно сиентисты причем довольно радикальные и при этом всем они одновременно с этим ну вносят какие-то свои коррективы в научную догму вот ну давайте вот типичная секта почему потому что она по кровь построена на крайне популярном бренде рационализма ну и сиентизма науки и всего похожего да это во первых ну что 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 мы услышим когда будем слышать высказывания лес ронговцев баяс 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 аллилуйя рациональное мышление критическое мышление везде и всегда помогает наука выручает аллилуйя спасибо пророку нашему ютковскому образно говорят как то вот так вот все выглядит но напрямую может быть про пророка ютковского не говорят но вот баяс 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 рациональное мышление все везде поможет рациональное мышление хорошее потому что оно хорошее то мышление хорошее которое рациональное это мышление рациональное которое по факту хорошая ну тут как то вот так вот оно все выглядит довольно примитивно убого мало систематично и не особо интересно ну вот Роб Бессенджер в своей статье начинает, в общем-то, с того, что он приводит нам в пример с шариками. Сейчас зацитирую, да, пример с шариками, цитирую. Представьте себе урну с 70 белыми и 30 красными шарами. Вы вытаскиваете 10 наугад, возможно, 3 из них будут красными, и вы верно угадаете, сколько всего красных шаров в урне. Или, возможно, у вас будет 4 красных шара, а может быть другое число, и тогда вы получите неверное общее число. Это случайная ошибка, цена за неполное знание. И это в целом неплохо. Как и любая ошибка, в среднем наши оценки будут верны, и чем больше мы узнаем, тем меньше мы делаем ошибок, соответственно. Вот такое вот высказывание на примерах каких-то, в общем-то, жалких шариков. Это забавно. Для начала меня поражает этот подход, когда мы пытаемся показать работоспособность наших методов на простых примерах. Хотя сам мир, которым мы эти методы применяем, невероятно сложен. Всякое научное представление всегда имеет отношение к бесконечному количеству шаров. Но примеры мы приводим в духе 70 белых и 30, собственно, красных. Да, то есть мы показываем, что если при ограниченной, в общем-то, выборке, если при ограниченной индукции, то есть мы внезапно, мы можем внезапно либо приблизиться к истине, либо ее даже узнать. То есть буквально посчитать все шары, буквально открыть коробку, достать шары. Вот их 70, вот этих 30, и мы все теперь отлично знаем. Если мы в случае с ограниченной индукцией, причем очень ограниченной, можем сделать вот так вот, то когда речь касается науки, речь обычно идет о бесконечном числе потенциально возможных фактов. Нам всегда недостает бесконечного количества фактов для того, чтобы подтвердить окончательно нашу теорию. Вот так вот. И поэтому весь этот рационализм в жизни, в науке, в методологии, в философии, он как бы дает очень серьезные сбои. И это буквально как бы, ну, это надо понимать, я не знаю. Одно дело, это полная индукция, которую мы сейчас разбирали шарами. Другое дело, это неполная индукция, когда, ну, собственно, мы не обладаем большей частью фактов. В большей части, ну, вот вообще ничего не знаем, ну, как вообще, очень-очень мало знаем. Наблюдая за космосом, мы знаем очень мало. Наблюдая за животными, мы знаем очень мало. Более того, нас, когда мы разбираем разные теории, волнует не только то, как оно есть. Даже если мы изучим всех живых существ прямо сейчас, живущих на нашей планете, это ровным счетом-то ничего и не изменит. Просто потому что, ну, окей, мы знаем всех живых существ на нашей планете, допустим, но мы не знаем всех, которые были. Мы не знаем всех, которые могли бы быть. А это тоже принципиально важно для решения многих задач. Ну и дальше он, соответственно, говорит. Но предположим, что белые шары тяжелее опускаются на дно урны. Тогда ваша выборка может быть нерепрезентативной. Такие ошибки называются систематическими, когда ваш метод познания мира искажен. Изучение мира может вводить на заблуждение. И вопрос тут сразу возникает. А как нам определить, какой из методов познания не искажен? Вот как это сделать? На абстрактном примере, где у нас есть какие-то абстрактные шары, все довольно понятно. И даже если мы эту коробку откроем, мы увидим, что некоторые шары опускаются на дно, некоторые шары не опускаются на дно. И мы получаем какие-то результаты, соответственно. Окей. Окей. То есть в любом случае у нас есть потенциал для решения. Это сильно. Это реально хорошо, что у нас есть потенциал для решения. Но суть заключается в том, что в рамках научных теорий или даже фактов мы не можем их, собственно, проверить так, как хотелось бы. Так, как мы можем сделать это с шарами. С шарами все легко, тем более это не просто шары, это абстрактные шары. Это шары вот у нас в голове находящиеся. Не, мы можем, конечно, провести такой же абстрактный пример, но с реальными шарами. Да, но как бы... А суть-то от этого не меняется. Все равно суть данного примера – это абстракция этих шаров, крайне ограниченная выборка, крайне ограниченная вот эта вот, собственно, задача и все. Пример в данном случае, в принципе, не работает. С шарами все легко, у нас есть простая задача, мы знаем ее условия, мы не просто условия, мы ответ даже знаем. То есть он нам даже ответ дал. Мы предлагаем определенные способы решения, используем теорию вероятностей, и она, по какой-то причине, она, собственно, срабатывает. То есть, окей, она работает с некоторой вероятностью. Мы учитываем эту причину и получаем некоторый результат, а потом проверяем его из нашего крайне упрощенного опыта. Проблема здесь заключается в том, что в мире нет таких простых задач, связанных с познанием как таковым, то есть познанием реальности. Простые задачи, они бывают, ну, у инженера какого-нибудь бывает простая задача, у электрика бывает простая задача, у сантехника бывает простая задача. Когда речь касается чистого познания, тут возникают уже определенного рода проблемы. Ну, просто потому что мы заранее не знаем, простая или сложная задача перед нами находится, мы не знаем никакие условия, нам никто эти условия не давал, мы условия придумываем сами на основании того, что мы видим, как нередко бывает, да? Мы потом решаем свои же собственные задачи в своем же собственном уме, которые мы сами же, собственно, и придумали. И это в каком-то смысле забавно на самом деле, да? Ну да, эти наши задачи якобы имеют какое-то отношение вот к реальному окружающему миру, замечательному, прекрасному. И с этим мы пытаемся как бы жить. Это, конечно, забавно. Это, конечно, действительно забавно, да. Если мы хотим быть уверены, что познание помогает, пишет автор, а не делает все только хуже, нужно узнавать об искажениях в наших данных и исправлять их. Ну и теперь у меня возникает самый главный вопрос. А как отличить искажения от неискажения, если мы не знаем итогового результата задачи? Искажает ли наша какая-то операция интеллектуальная, ментальная, реальность? Как отличить искажения от неискажения? Понимаете? Просто если, например, логика не соответствует реальности, а мы логику изучаем, и у нас, наверное, есть некие такие околологические интуиции, прежде всего языкового характера, да, поскольку языки более-менее логичны, закон тождества нормально так соблюдается, ну как, плюс-минус иногда да, иногда нет в языке, то есть хоть как-то логику на язык натянуть еще можно. Исходя из интуиции языка, мы также приобретаем интуицию логики, так скажем. Вот так вот это работает. И в данном случае мы можем перебросить логику на некоторую реальность, не удостоверившись заранее, что язык вообще в принципе описывает эту самую реальность как таковую, да, и тогда мы совершаем, ну, в прямом смысле искажение. Может быть, и язык это искажение в таком случае, потому что мы языком пытаемся что-то познать, а язык вообще-то не особо предназначен для познания, может быть, никакой язык вообще в принципе не может быть предназначен для познания, мы не знаем этого заранее, да. И то же самое с логикой. То же самое с логикой. Да и с математикой в принципе то же самое. Может быть, все это тоже когнитивные искажения? Если мир на базовом уровне нелогичен, то логика это тоже когнитивные искажения. Я уже объяснил, да. Как верят сиентисты, у когнитивных искажений есть свой эволюционный смысл. То есть они в определенных ситуациях полезны. Возможно, то же самое с логикой и математикой. Ведь они в определенных ситуациях полезны. Вот когда речь идет, например, о программировании, или практике, или решении инженерных задач каких-нибудь. Это полезно, безусловно. Ну, как бы я не спорю. И может быть, там их и стоит использовать. Но когда мы, например, делаем то же самое в мире, в реальности, пытаемся узнать реальность, может быть, мы совершаем глубочайшую ошибку. Когда речь идет о познании истины, или, как бы сказали лысронговцы, карты местности. Мы берем, описываем, мы рисуем карту местности. Вот она местность, территория. Специально вышел на территорию. И будем чертить ее карту сегодня, видимо. Вдруг у нас не получается создать верную карту. Я бы тут кое-что еще заметил. Мы можем создать карту истинную, верную, а можем создать сподручную. Это далеко не всегда одно и то же. То есть мы можем представить себе такую сподручную, практичную, полезную карту, которая поможет нам пройти в нужную точку, но при этом она будет отлична от территории. Ну или очень ограничена по отношению к территории, да, соответственно. Идея когнитивного искажения в психологии работает похожим образом, пишет автор. Когнитивное искажение – систематическая ошибка нашего мышления. В противоположность случайной ошибке, вызванной простым невежеством. И тут возникает вопрос о том, как отличить систематическую ошибку в мышлении от неошибки. Если любой наш метод приводит к ошибочным результатам относительно природы реальности, природы реальности, он пишет про природу реальности. Причем эти карты, они как будто бы являются природой реальности, но это я разберу несколько позже, в чем здесь проблема и в чем здесь ошибка заключается. Так вот, когнитивное искажение – это… Нет, я немножко перескочил, прошу прощения. А, нет, это мой текст. Да, и тут возникает вопрос о том, как отличить систематическую ошибку в мышлении от неошибки. Это уже мой текст, да. Если любой наш метод приводит к ошибочным результатам относительно природы реальности, то получается он является ошибочным. В таком случае оказывается… Ну, все когнитивное искажение, что ли, получается? Все является когнитивным искажением или ничто не является когнитивным искажением? Непонятно. Когнитивное искажение – это проторенная дорожка для ваших внутренних шаблонов мысли, по которой нельзя пройти к истине или другой потенциально достижимой цели, например, счастью. Но стоп! А как же с помощью когнитивных искажений нельзя пройти к счастью, если это проторенная дорожка, ну, все-таки для каких-то целей, для каких-то целей, согласитесь, да, то есть, ну, для чего-то они все-таки существуют. И, судя по всему, вот как Лесс-Ронговцы, вообще эволюционисты в среднем описывают, эти самые когнитивные искажения в большинстве ситуаций оказываются полезными, ну, или были полезны нашим предкам, что позволяло им, условно, прийти к выживанию, может быть, некому благополучию, счастью и так далее, да, то есть, в большинстве случаев эти когнитивные искажения, по мнению самих же сайентистов, работают, ну, имеют ограниченную зону применения. А что, если логика, рационализм и все такое, и эмпиризм, это тоже такие вещи, которые в некоторых ограниченных рамках работают, но как только мы выходим за их пределы, например, в область чистого познания реальности, мы сразу сталкиваемся с проблемами, ведь это вполне ожидаемая теория, и многие ее озвучивают. Это не то, чтобы Шадов прямо здесь сидит такой и придумывает какую-то ерунду, да, ну, то есть, это буквально как бы такие, ну, такие концепции крайне распространены, очень часто озвучиваются. Что же их не рассмотреть-то? Ну, нет, мы их рассматривать не будем. Ну, да, непонятно, каким образом можно прийти к истине, чтобы вообще что-то проверять относительно, собственно, этих когнитивных искажений. Потому что, опять же, когда речь касается логических истин, мы этими логическими истинами обычно их проверяем в рамках своего собственного языка, и вообще неудивительно, что логика в языке работает, и язык и логика в среднем обе штуки формальные системы, это во-первых. Во-вторых, ну, внутри языка заложена определенная логика, закон тождества, непротиворечия, в принципе, там найти тоже можно, да, просто потому что, если вы говорите противоречиво, это бросается в глаза. Если вы не используете закон тождества, особенно если вы очень сильно его не используете, очень стараетесь не использовать, ваша речь будет абсолютно спутанной и непонятной, и будет непонятно, о чем вы говорите. Если вы хотите доставить сообщение человеку другому, вам придется попытаться все-таки соответствовать хотя бы закону тождества. И закону не противоречит тоже, на самом деле, придется, да. Ну, может быть, это все языковые фишки, как бы, да. Так вот. Все это, то, что говорит вот этот автор Слэй Стронга, похоже на религиозный лепет, в котором ответы на эти вопросы уже даны. Во-вторых, из неправильного логического следования можно получить все, что угодно. Еще разок, да, то есть, если у нас имеется неправильное логическое следование, то из него следует все, что угодно. Из правильного логического следования при верных посылках следует что? Истина, а из, собственно, неправильного логического следования следует все, что угодно, в том числе истина. И истина, и ложь может следовать. Поэтому это и логическая ошибка, потому что формально истина, она не дает, соответственно. И, в принципе, непонятно, почему автор обвиняет когнитивные искажения в том, что с их помощью нельзя достигнуть, в кавычках, истины и счастья, если случайным образом все-таки можно. Ну, опять же, понимаете, судя по всему, вот это правило из логики, оно переносится и на когнитивные искажения, по крайней мере, большинство из них, потому что многие когнитивные искажения, это просто, ну, по-своему интерпретированные логические ошибки, на самом деле. Если вы посмотрите, там значительный ряд этих самых когнитивных искажений, это про логические ошибки, на самом деле. Но, да, опять же, понятно, что логическая индукция и дедукция имеют довольно сомнительную связь с феноменальным миром, не говоря уже о некой реальности. А реальность, ну, я напоминаю, она выходит за пределы наблюдаемого мира. Ну, так или иначе выходит. Так или иначе выходит, мы так или иначе ограничены. Секундочку, тут ветер просто сильно дует. Автор пишет. Реальная рациональность состоит не в том, чтобы игнорировать интуицию и эмоции. Для рационального человека быть рациональным зачастую означает лучше осознавать свои чувства и учитывать их при этом решение, при принятии решения. Ну, конечно же, потому что рациональный человек, он сверхчеловек. Почти бог среди окружающих тупых людишек, жалких вот этих. Люди без рациональности, они же даже свои чувства осознавать не могут. Ну, мусор. Быдло, видимо, быдло. Мусор, как иначе-то, да? Есть какой-то правильный философский подход, который позволяет вам правильно оценивать свои эмоции. И доказатель, что это правильно, конечно же, не будет, потому что это база, это фундамент, это просто надо знать, друзья. Это просто нужно знать. И это не обсуждается ни в коем случае. Вот, мы сверхлюди, мы своими эмоциями управлять умеем, а тупые людишки, они не умеют. Таких-то альтернативных методов управления эмоциями, видимо, тоже, собственно, нету. Только рациональность, и не просто рациональность, только рациональность по Ютковскому, потому что у Ютковского она особенная, что мы скоро узнаем, опять же, да? Продолжаем. Автор, цитирую. «В процессе эволюции наши мозги для решения задач научились применять когнитивные эвристики, грубые методы, которые позволяют получать ответ быстро. В большинстве случаев ответ оказывается правильным, но иногда нет. Выше он писал, что никак истины достигнуть нельзя, и что никого счастья получить тоже нельзя, и что это непрактично, принципиально. То есть выше он писал вот об этом, а ниже он пишет уже о том, что все-таки случайно можно. В большинстве случаев ответ оказывается верным. То есть получается, что когнитивные искажения это такие, в кавычках, ошибки, которые в большинстве случаев помогают нам получить истинный ответ, но в меньшинстве все-таки нет. В большинстве случаев мы получаем, в кавычках, счастье, а в меньшинстве нет. Вот так надо переформулировать, видимо, эти самые когнитивные искажения и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? Это же когнитивные эвристики, они же про это? Секунду. Ветерочек дует, я поближе встану. Опять же, самое нелепое в сайентистах и многих рационалистах, что они перемешивают и бывательские, и философские проблемы. Для сайентистов так и не существует, как им кажется, этих проблем философских. Решить вопрос о том, из чего состоит весь мир, это просто более сложная версия вопроса о том, затаился ли в кустах тигр, соответственно. Вот там вот тигр, вот я сейчас сижу, вдруг там вот там вот тигр, смотрите, вот там тигр, видите? Вот там тигр. А я, у меня как бы когнитивные искажения не работают, и я не думаю, что там тигр, я не делаю этого вывода. Хотя мог бы, мог бы. А если тигр там, он на меня нападет, и он меня убьет обязательно, я умру, не выживу, не передам свой генетический код кому-нибудь дальше в поколениях. Так вот. Но философия-то проблема в том, что философия знает огромное количество примеров, когда положение дел совершенно иное. Даже материалисты по типу Эпикура признавались, что им приходилось делать некий скачок в своих представлениях от обыденного уровня до теории. И забавно, что исходя из теории эволюции, теории эволюции, теории опять же, да, делается вывод о том, как наши мозги там что-то решали. Но саму теорию эволюции мы создали этими же мозгами, которые пропитаны этими же грубыми евристиками, и создана, эта теория создана теми людьми, которые и слыхом не слыхивали о когнитивных искажениях в принципе. Вот. Вот тоже интересно, да, тоже интересно. То есть у них даже не было шанса проработать свои когнитивные искажения. Да и так, наверное, большинство ученых, биологов и всех остальных с этими представлениями о когнитивных искажениях только поверхностно знакомы, только что-то слышали. Но не значит, что они заучили все когнитивные ошибки и, соответственно, полностью, тотально и абсолютно их избегают. Это же, ну, это неправда, блядь. Это просто неправда. Да, боже мой, у меня провод путается. Провод путается в показаниях. Нет, можно, конечно, рассуждать о двух системах быстрого и медленного принятия решений. Тоже еще одна кодировка волшебная из текстов, собственно, и Ютковского, и вот этого вот челика в Лесс-Ронге, да, то есть две системы принятия решения быстрого и медленного. Мы их сами выделили, о-ко-ко-ко-ко-ко-ко, да, альтернативных систем тоже нет, быть не может, и мы их предлагать не будем, и как-то иначе все это рассматривать не станем. Но кто сказал, что вторая система полностью очищена от наших эмоций и не содержит в себе фундаментальных когнитивных искажений? Она что, не в рамках эволюции формировалась, да? Что с ней произошло-то внезапно почему-то? Она вот отлично оказывается. Такая прикольная система принятия решений. Но нет, конечно, Лесс-Ронговцы это все попытаются, безусловно, объяснить, расскажут вам еще миллионы разных сказок, ну, просто потому что им нравится рассказывать сказки себе, своим подписчикам. Вот эти вот научные, наукообразные, прекрасные, замечательные сказки, в которых все уже понятно, все объяснено. Как там надо познавать, тоже понятно. Может быть, истина еще неизвестна, но мы к ней хорошо так уже движемся. И метод известен. Это прежде всего, это, ну, бай-байс, конечно, да, собственно, но вероятности рассчитывать, да, оценивать. Как иначе-то, господи. И создавать более точную карту местности. Более точную карту местности, конечно, как же иначе. Так вот. Автор пишет. Когнитивные искажения возникают в тех случаях, когда эти эвристики достаточно последовательно порождают ярко выраженные ошибки. А кто конкретно считает их ярко выраженными? Сразу вопрос. Ну, то есть в логике и математике, наверное, мы не встречаемся с ярко выраженными ошибками, поэтому это, наверное, не когнитивные искажения. Но есть такие когнитивные искажения, в которых ошибка действительно ярко выражена. Но, с другой стороны, это же все напрямую зависит от сообщества, методологической программы и многих других вещей. Иногда те вещи, которые мы считаем когнитивными и логическими ошибками, могут быть частью метода того или иного направления и в рамках той или иной системы Аксиом вообще не рассматриваться как ошибки. Опять же, какой-нибудь, например, пример к личному опыту или ошибка выжившего, например, да, ну вот, не знаю, в контексте теологии, в которой мы имеем дело с чудесами, да, где чудеса происходят, ошибка выжившего может оказаться вполне так не ошибкой, то есть вполне может оказаться правилом выжившего. Например, бог его спас, например, или что-то такое. То есть тут как бы очень многое зависит от той точки зрения, с которой мы смотрим на проблему. Когда мы смотрим на сайентизм, в сайентизме все очень прочно, вместе связано, увязано, и оно как-то вместе идет. Вот у нас, с одной стороны, когнитивные искажения, они проистекают из эволюции, эволюционная теория натуралистическая, она является, допустим, лучшим объяснением фактов, которые мы имеем в рамках натуралистической парадигмы, но это не единственная возможная теория, возможно, этой самой эволюции, как ее описывают ученые, не было, и когнитивные искажения, возможно, формировались совсем не так, и, может быть, большинство из них даже не когнитивные искажения. Если мы просто ломаем хотя бы одну часть из этой логической цепочки, хотя бы одно звено, у нас появляются серьезные трудности. Нам становится не так просто рассуждать, как это делает Ютковский и его фанаты, это очень важно, на мой взгляд, это не Ютковский материал, напоминаю, пока что идет, да? Многое зависит от нашей парадигмы, из которой мы исходим, от нашей философии, от наших исходных посылок и всех последующих выводов, которые мы уже сделали. И когнитивные ошибки, они как бы вписаны во всю эту структуру, такую рационалистическо-натуралистическую, они в этой структуре работают, и, по сути, это те когнитивные ошибки, на которые указывают именно кто? Сиентисты. Сиентисты – люди с определенным мировоззрением. Это не значит, что представители других направлений не могут разделять все или ряд, или некоторую часть из этих когнитивных ошибок и считать их ошибками. Нет, это абсолютно не значит. Многие люди – рационалисты не сиентического толка, они, в принципе, придерживаются логики, и значительная часть когнитивных ошибок – это, по сути, логические ошибки, и ввиду этого, ну, конечно, придерживают. То есть список когнитивных ошибок, он довольно богат, обширен, их очень много, они имеют довольно разный характер. И в этом плане, безусловно, важно понять, что я не говорю, что вот есть вот эти вот злые и не злые сиентисты, которые овладели вот этим когнитивным кунг-фу, а все остальные против этого когнитивного кунг-фу, да, со всеми вот этими когнитивными искажениями. Не-не-не-не-не. Но просто список когнитивных искажений может легко пересматриваться в зависимости от того направления, которым мы следуем. И для меня, например, да, вот как для абсолютного скептика, я бы добавил в этот список когнитивных искажений куда больше разных элементов. Просто я бы его увеличил до бесконечности. И почти все научные методы для меня бы впали в этот список потенциальных когнитивных искажений. Так вот, автор даже дальше пишет. Знания об искажениях редко могут защитить от них. С этим я, кстати, согласен, да. Проблема заключается в том, что в этих когнитивных искажениях, во-первых, слишком много, и многие из них являются очень сильно интуитивно понятными, применяемыми для любого практически человека. Да и логика сама по себе в целом контринтуитивна. Ряд когнитивных искажений – это просто логические ошибки. Да, тоже важно помнить. Да, опять же, логика контринтуитивна. Особенно, когда речь касается уже чего-то идущего дальше языка, дальше двух первых законов непосредственно логики, там мы уже можем столкнуться с такими вещами, которые контринтуитивны для подавляющего большинства людей. Ну, например, уже делать какие-то четкие выводы из посылок. Для большинства людей крайне трудно, и этому надо учить отдельно. В рамках языка, да, мы соблюдаем закон тождества, но этого мало. И закон непротиворечия стараемся не соблюдать, но этого тоже в среднем мало. И то многие закон непротиворечия легко нарушают. Даже если человек знает логику, это не может его заставить всегда и везде рассуждать логично, даже в его собственной специальности. То есть, опять же, да, это слишком серьезное требование. То же самое, что заставлять математикой всегда заниматься математикой. Каждое свое слово математически вычислять, чтобы это не значило. Представлять каждое слово в двоичном коде, например, без разницы, да. Ну, то есть, здесь нет такого обязательства. Методы применяются там, где их хотят применить, проще говоря. Там, где заставляют применить, где хотят применить. А так, во многих случаях, их могут даже не применять там, где это не принято. Автор продолжает. Особенно отвратительная мысль о том, что именно наши убеждения ошибочны. Даже если мы конкретно определим ошибки других, для своих у нас есть особое слепое пятно. Да, и жалко, что фанаты секты Лес Ронг, Ютковского, да, они, соответственно, оставляют слепое пятно для своей секты и своих рационалистических взглядов. И видят только одну форму рационализма. И при этом все мы, соответственно, отрицают любые другие формы рационализма. Отрицают и рационализм как достойного оппонента. Вообще отрицают все, что связано с чем-то отличающимся от сиентизма. Вот это гигантское слепое пятно, на мой взгляд, просто огроменное. Автор продолжает. Однако, если мы хотим стать лучше, недостаточно просто создать список когнитивных искажений. Подход к устранению искажений в рациональности «А ты из-за зомби» – это книжка Ютковского. Видимо, статьи, кстати, оттуда мы сейчас и читаем. Но мне просто скинули кучу статей. Ну ладно. Предполагает системное понимание того, как работает правильное мышление и как мозг отстает от него. А вот и священные тексты пошли. Вот священные тексты Ютковского. Все, вот нам Ютковский сейчас поможет мыслить лучше. Человек вообще без образования, ничего не закончил. Дома сидел там, я не знаю, что-то там изучал. Я не говорю, кстати, что без образования нельзя что-то там себе наизучать. Но просто на всякий случай держите в уме. Ютковский не закончил высшего образования, даже школьного образования он не заканчивал. У него, по сути, домашнее обучение, как я понимаю, или что-то вроде того. Это не значит, что он глупый человек, кстати. Это не значит, что он глупый человек. Но университетского образования, мне кажется, ему явно не хватает, потому что университетское образование – это хорошее подспорье для такого вот большого, широкого багажа, который у многих, собственно, людей, заканчивавших университет, особенно хорошо обучающихся, он должен быть по итогу. Университет должен формировать вот такой большой, широкий багаж. У Ютковского этого багажа нету, и у него очень гигантский, колоссальный крен в естественные дисциплины, прежде всего, в математические дисциплины в том числе, в программирование, понятное дело. Это его буквально специальность, кстати. Это его буквально специальность. Ни в коем случае не говорю, что он плохой программист или плохо разбирается в ИИ. Более того, я даже не буду говорить в том, что он плохо разбирается в науке и саентизме, если что. В науке он разбирается нормально. Философии науки ему, правда, не хватает, на мой взгляд. Принципиально не хватает, он ее даже не упоминает, она ему неинтересна. Да и много чего ему еще не хватает, на самом деле. То есть мы это тоже впоследствии увидим. Вот эти вот святые, святые книжки Великого Ютковского, который, ну, действительно, чел без образования. С очень видимыми, большими, тотальными, серьезными пробелами. Серьезно, вот большими, серьезными, мощными пробелами в образовании. Которые прям видны невооруженным взглядом. Не говорю, что у меня, например, пробелов, кстати, нету. Но я и не пишу священные книжки. Советую вам стать лучше во всех аспектах, да, стать полубогом, там, каким-нибудь рационалистом. Вот, и не переначиваю термин рационализма я, кстати, ну да ладно. Цель этой книги, пишет автор статьи, заложить фундамент для создания рациональной компетентности. Вот, чел без образования будет рассказывать вам, ну, чел без образования, я про Ютковского, будет рассказывать вам про рациональной компетентности. Чел переименовывает все термины, как хочет, апеллирует прежде всего какими-то байками, какими-то притчами. И вот он вам будет рассказывать о том фундаменте рациональной компетентности. То есть научить глубже понимать структуру очень общих проблем, человеческих ошибок, самообмана и тысячи способов того, как утонченная мысль может победить сама себя. Вот. Это же реально очень сектантская тема. И дальше будет похвала великому гению Елизеру Ютковскому. Вы бы лучше, не знаю, логику почитайте, поизучайте, господи, учебники по логике. Это, ну, куда лучше для постановки вашей рациональности. Ну, математику поизучайте, ну, серьезно, ну, лол. Какой к черту Ютковский, вы чего? Как бы это смешно. Серьезно, это, ну, буквально смехотворно. Вам действительно лучше изучить теорию вероятности, и вам лучше изучить, собственно, логику, по крайней мере, на базовом уровне. И вы уже будете лучше оперировать разными понятиями, ну, лучше в рамках формальных, логических, математических систем, чем, боже мой, сам Ютковский в своих проклятых книгах. То есть, если вы будете учиться у Ютковского с самого начала, у вас просто может выработаться очень плохой вкус к размышлению, очень плохой вкус к философии, очень вольное представление о том, как можно давать определение, просто потому что у тебя, не знаю, пятка зачесалась, и ты такой фигак. Ты дал новое определение слову рациональность, потом еще кому-то слово дал новое определение, просто потому что ты можешь. Потому что ты думаешь, что ты крутой, ты круче всех, ты образование не получал, ты ничего не знаешь, что там в университетах творится. Тебе как бы плевать. И когда вы учитесь у Ютковского, важно понимать, что вы оказываетесь в некотором параллельном сектантском дискурсе. Начинать с Ютковского это нехорошо, потому что Ютковский не может преподать вам базу, с одной стороны, базу образовательную, он ее не преподает. И он сразу начинает где-то, условно, с конца. И со своего конца причем. Вы начинаете изучать всю историю мысли человечества с конца Ютковского, так скажем, что крайне странно. Ютковский очень в этом плане странный чел. Читая его посты, пишет автор, я заинтересовался его работой. Он впечатлил меня способностью кратко передавать идеи, выработка которых у меня занимала годы изучения аналитической философии. Мне интересно, и насколько же вот этот человек плохо изучал аналитическую философию, если он в итоге стал фанатиком Ютковского? Это как много лет читать Гегеля, а потом стать фанатом Ромы Гегельянца и сказать, что Гегель был отстоим, а вот Рома Гегельянец это прям вот шедевр. Или это как, не знаю, читать всю жизнь труды Маркса, а потом стать фанатом Айкак Стаса, Айкак Просто и говорить, какой же Стас Айкак Просто гений? Он наконец-то прояснил мне эти сложные ветиватые диалектические мысли Маркса и Гегеля. Нафиг я вообще всех их читал? Вот он Стас Айкак Просто интеллектом своим, в общем-то, без какого-либо высшего образования, без всяких этих ваших трех всевышних взял и всех, собственно, победил, нагнул и так далее, так далее, так далее. Ну ведь это же буквально как у Ютковского и выглядит. Ну, Ютковский не такой, конечно, как Стаса, как просто по уровню интеллекта и даже начитанности, это правда. Но, блядь, это близко к правде, это близко к правде на самом деле. Ну, просто опять же, просто опять же это странно. Еще раз отметим и несколько раз подчеркнем, что Ютковский не только не заканчивал высшее учебное заведение, но не учился даже в школе или колледже. Неудивительно, что он создал свой манимирок из псевдорационализма, где пытается распространить статистические методы на решение всех философских, религиозных и научных проблем. Все же, важно подчеркнуть, что Элизер был выбит из системы образования, это важный момент интеллектуальной социализации. Без него, ну, важный, но его можно обойти при определенном уровне плюрализма, если слушать более-менее правильных людей, может быть, слушать хорошие лекции на Ютубе, не только явные, Юлизера Ютковского, да, соответственно, более разнообразный поток лекций. Да, читать, может быть, философию, в том числе аналитическую, но на аналитическую лучше, конечно, тоже не замыкаться. Да, разнообразие, мне кажется, это очень важный принцип для получения высшего образования, и в том числе знание о том, как история мысли развивалась и развивается до сих пор. Без него иногда можно обойтись и преподнести человечеству что-то уникальное, но, к сожалению, сам Ютковский ничего уникального не преподносит, потому что он полностью старается быть в мейнстриме научной мысли и методологии, но он понимает ее по-своему, да, то есть у него нету цели преподнести что-то радикально новое, он этого не делает, но он как бы искажает в плохую сторону, является кривым зеркалом саентизма. Вот в чем заключается фундаментальная проблема, да, что он даже не гражданин, точнее, он даже не саентист, он даже не саентист, получается. В хорошем он саентист, конечно, но он не саентист в таком каноничном смысле, он еретик, он еретик сектанта, потому и сектант. Вот у нас есть великая, великая саентическая научная религия, и в этой религии Ютковский просто представитель своей очень странной, очень непонятной, очень, короче, реально странной, манемерковой такой секты, которая вроде бы постоянно отсылает нас к великой, замечательной всемогущей науке и к всемогущему, потрясающему, божественному рационализму, но в конечном-то итоге он на все это болт клал, прошу прощения, да, ну как клал, все равно ему важнее оставаться в своем прекрасном манемерке. Он придерживается, он просто придерживается бренда рационализма, также понимая его недостаточно хорошо. Вероятно, для автора данной статьи аналитическая философия оказалась слишком трудной. Ну его, конечно, в этом сложно осудить, аналитическая философия эта штука непростая, некоторые ее направления прям вообще, ну некоторые авторы вообще практически невыносимые для прочтения, но есть хорошие. И многие аналитические философы пишут далеко не для обывателей, что тоже в принципе понятно, да, и с этим тоже имеет место, в общем-то, иметь дело тоже, да. А Ютковский пришел со своими простыми и ясными, как солнце, отсылка на фихты, сообщениями о правильном рационализме замечательном, а у всех он неправильный, и у вот этих вот аналитиков он неправильный, понимаете. И вот у всех у вас он неправильный рационализм, пока вы не прочтете Ютковского. Несмотря на весь мой скепсис в адрес аналитического стиля философствования и обвинения их в догматичности, что реально правда, и этот стиль мне кажется крайне ограниченным, то есть сами аналитики, мне кажется, сильно переоценивают свои способности и в конечном итоге, ну, они просто проигрывают, ну, как проигрывать? Мне кажется, они занимаются довольно сомнительными делами, хотя думают, что они несомненные, и что то, чем они занимаются, это есть подлинная философия, ну, многие аналитики так реально думают. А то, что то, чем они не занимаются, это уже не философия, например, континентальная философия, какая-нибудь там китайская философия, да вообще почти вся, если у некоторых аналитиков вся история философии практически перестает быть историей философии, потому что философия начинается чуть ли не там не с фреги. Это особенно радикальные формы такой аналитической философии кажутся мне предельно потешными, как минимум. А сама аналитическая философия – это, безусловно, интересный, глубокий проект философский, большой, мощный, глубокий проект, который явно не сопоставим с сектой Ютковского. По уровню серьезности, разнообразности, обсуждению разных проблем, разными методами причем иногда. Некоторые каноны, безусловно, соблюдаются в аналитической философии, но некоторые могут быть как бы и пересмотрены. И в этом плане аналитическая философия имеет больше продуктивный потенциал, она более интересна, она более разнообразна и, господи, буквально выбирая между аналитической философией и Ютковским, выбрать Ютковского – это очень странно! Это, ну, колоссально странно, это невероятно странно до невозможности. Аналитическая философия – это гигантская структура, распространившаяся по огромному количеству разных университетов, и она уж точно куда более уважаемая, более продуктивная, более полезная, более важная, чем вот это сообщество «less wrong», «less wrong» такая, чем «less wrong» Ютковского. Ну, просто несравнимо, просто даже рядом посопоставить нельзя. Причем она лучше не просто, она лучше даже помноженной в миллион раз. Если помножим сообщество «less wrong» в миллион раз, его улучшим, все равно аналитическая философия будет лучше. Автор пишет дальше. В поиске пути объединения духа науки и скептицизма со строгим системным подходом к исследованиям Ютковский старается не только отвергнуть, но и понять ложные шаги и слепые пятна плохой философии. В скобочках плохой недофилософии. У-у-у просто. У-у-у. Мда, 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 мда. Плохая недофилософия. Во-первых, рационалист не может быть скептиком. Это мы начнем. Начнем с самого начала. Это база. Это база, это знать надо. Рационалист не может быть скептиком, друзья. Чтобы быть рационалистом, необходимо придерживаться ряда рационалистических убеждений, то есть догм. Какую бы версию рационализма вы не взяли. То же самое и с наукой. Быть ученым-сайентистом и скептиком одновременно невозможно по тем же самым причинам. Во-вторых, с каких пор недообразованный еврейский, простите, олух, наделил себя правом решать, какая философия будет плохой и какая из философий будет недофилософии вообще. То есть человек, который не получил образование, который не разбирается в философии, нормально ничего не прочитал, ничего не понял, внезапно нам объявляет, какая философия плохая, а какая неплохая. Офигеть. То есть какой-то реально рандомный сектант еврейский, прошу прощения за это, не нацизм, ни в коем случае не национализм, просто шутки. Просто шутки. Шлома, некий шлома, короче, внезапно, да, берет и рассказывает нам о том, какая философия плохая. По его мнению распространяет это мнение на огромное количество других людей. Как же так? Это странно. Ютковский, как мне кажется, распространяет рационалистический популизм, не решая каких-то серьезных философских проблем, даже в рамках так называемого рационализма, которым он кичится. То есть он, ну, он даже как философ-рационалист, он не философ, он ничего нового не привносит. И вдруг мы дошли до статьи, собственно, Ютковского, да. То есть опять же, про Ютковского у меня, ну, как бы, окей, это не глупый человек в среднем, но создание секты, это, конечно, такое себе. Уровень компетенции Ютковского по многим вопросам, это тоже такое себе. Я не скажу, что я во всех вопросах компетентен, которые я разбираю, опять же, да, но как бы просто держим в уме, просто держим в уме. И что самое главное, Ютковский очень часто совершает радикальные ошибки в тех вопросах, которые являются для него фундаментально важными. И это самая большая трагедия Ютковского. Секунду. Сейчас будет небольшая проверочка. Ну, вроде все идет. Запись продолжается, хорошо. Так вот, что такое рациональность? Елизер Ютковский. Елизер Ютковский пишет, под рациональностью я подразумеваю эпистемическую рациональность, то есть систематическое улучшение точности своих убеждений. Инструментальную рациональность, то есть систематическое достижение желаемых результатов. Оба определения, мне кажется, предельно странными. Потому что, во-первых, непонятно, что понимается под улучшением точности моих убеждений. Вот я занимаюсь, допустим, медитациями. Намедитировал я до того, что узнал природу бытия на 10%. А потом отмедитировал еще и узнал природу бытия на 11%, как мне кажется. Как мне кажется. Это рациональность? Ну, по данному определению, да. Ну, по крайней мере, я могу подумать, что по определению Ютковского первому я являюсь рационалистом. Потому что в определении не обозначены никакие методы. Просто увеличение, улучшение точности. Что бы это ни значило. Это очень абстрактные слова. Я разгадываю карты Таро, раскидываю, например. Опа! И я узнал что-то, исходя из этого. Допустим, как мне кажется, узнал. Потом я живу-живу свою жизнь. Оказывается, что что-то там с картами Таро совпало. Я увеличил, получается, точность своих предсказаний, как мне опять же кажется. И я могу называть себя рационалистом. Причем вот этим эпистемическим рационалистом. По Ютковскому. Предельно странное определение. То есть оно не показывает нам, чем эта рациональность, собственно, ограничивается. Это в любом случае очень плохое определение. Как и второе определение тоже, оно еще хуже. Второе определение рациональности вообще кажется неверным. То есть вообще крайне не классическим. Как мы уже выяснили в прошлой статье, когнитивные искажения в большинстве случаев позволяют достигать желаемого результата. Иначе, как утверждал автор, они бы не закрепились эволюционно. Я думаю, Ютковский эту позицию тоже, ее тоже придерживается, да, внезапно. А получается, что когнитивные искажения инструментально рациональны. А потому вся борьба с этими искажениями бессмысленна. Если, конечно, внезапно они не становятся препятствиями в достижении наших желаемых результатов. Да, ну такое происходит в меньшинстве случаев, как написал автор. Поэтому они рациональны и поэтому, собственно, вот все это рационально оказывается. Когнитивные искажения рациональны. Оба определения нелепы и нетрадиционны. Их можно свести просто к тому, что рациональность – это то, что хорошо улучшает точность убеждений, позволяет достичь результатов. А нерациональность или иррациональный анализ, получается, это просто то, что плохо. Хорошо – плохо, хорошо и плохо, понимаете? Ну, вот есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Очень большие такие абстрактные категории. Точность увеличилась, точность уменьшилась, счастье повысилось, счастье уменьшилось и так далее. Очень крутые определения, которые не стоят выеденного яйца от слова совсем. Это очень плохие определения. Я бы все же базировался на общефилософском определении рациональности как характеристики знания с точки зрения его соответствия некоторым принципам мышления. То есть, да, мы зацепляемся прежде всего за мышление. У мышления есть некоторые принципы, причем эти принципы могут быть довольно разными. Например, логические принципы, например, математические принципы, например, диалектические принципы, например, какие-нибудь еще формальные принципы, которые существуют у нас в голове и, как нам кажется, помогают нам познавать этот самый мир вокруг нас, да, соответственно. Довольно неплохо, довольно неплохо, довольно работоспособно. Понятно, что это отличается, например, рационализм таким образом отличается, и рациональность отличается от эмпирического подхода, который уже не так основательно опирается на эти наши ментальные, мыслительные какие-то приемы и принципы. В рамках рациональности и рационализма, особенно если мы рационализм как течение отдельное заводим, мы опираемся прежде всего на эти самые методы, да, соответственно, мыслительные, они важнее, чем эмпиризм, намного становятся, эмпирические методы и так далее, так далее, так далее. И рациональность и рационализм как философское течение также рассчитывают, важно заметить, на некую точность и достижение желаемых результатов. И по определению Ютковского получается, что никакого иррационализма и рациональности в таком философском смысле нет и быть не может. А всякий иррациональный человек, если он против рациональности по Ютковскому, он просто умственно отсталый гоминид, который вредит сам же себе, то есть нет такого человека, который стремится к вреду, нет такого, ну, может быть и есть, конечно, но это какие-то нездоровые люди, да, нету человека, который такой, а давайте я сделаю свои взгляды более неточными, вот, мои взгляды стали еще менее точными, как же хорошо я провел время, ух, я понизил свою рациональность, понимаете. Непонятно, что данные определения отделяют от чего, как-то вся эта граница становится зыбкой, очень зыбкой и очень, ну, такой вот непонятной. Получается, что такими определениями Ютковский как бы заманивает не очень умных, но довольно чсвшных ребят, для которых поставить себя интеллектуально выше над огромным количеством людей, лишь на базе своих странных определений, это норма. Причем важно заметить, что определения Ютковского, они, блин, за все хорошее и против всего плохого. Это тотальный популизм, то есть, ну, кто не хочет сделать свои взгляды более точными, ну, кто не хочет счастья, ну, кто не хочет, чтобы уровень практичности в его жизни повысился, ну, окей, да, ну, вот вам, рациональность, это все хорошее против всего плохого. И это как бы очень плохие определения, непонятно, вот, а кто, кто противостоит? Противостоят реально какие-то люди из психушки, скорее всего, им, да? Противопоставить себя от такого рода рациональности, а значит, вот, если мы так ее определяем, это означало бы просто, ну, быть сумасшедшим, прошу прощения. Определения тут заранее крайне ангажированы и популистичны, а также сразу показывают, что рациональность это за все хорошее и против всего плохого, еще раз это повторяю, это очень важная мысль. И действительно, не очень умный человек, он может купиться на эту пропаганду псевдорациональности, и он такой, ну, да, я рациональный, я же хочу увеличить точность своих взглядов, ну, да, я же хочу, чтобы моя жизнь была лучше, чтобы я был счастливее, конечно же, я хочу, а кто же этого не хочет-то, как бы, да? И вот такой вот глупенький человек, он может прочитать работу Ютковского и на это купиться, и все, мы закончили, как бы, да, сразу же выдаются такие определения, которые крайне популистичны. И это звоночек, это звоночек, это звоночек. Под эти определения кто угодно может подойти. Все, все, конец, ну, это конечное, как бы, да. Ютковский дальше пишет. Когда вы открываете глаза и осматриваете комнату, вы замечаете ноутбук на столе и книжный шкаф около стены. Если с вашими глазами или вашим мозгом случится что-нибудь плохое, возможно, у вас в голове окажется мысленная модель, которая скажет, что шкаф стоит там, где его на самом деле нет. В этом случае, когда вы пойдете за книгой, вам будет обидно. Примерно так и выглядят ложные убеждения. Карта мира не соответствует территории. Опять же, Ютковский, как многие сиентисты, не понимает одного важного момента. Он как бы объединяет феноменальный мир и мир реальный. Для него как будто бы нету какой-то особой разницы. И вот даже вот мир феноменов, который мы наблюдаем, да, даже если он напрямую не является реальным миром, он как бы к нему очень легко и просто отсылает посредством каких-то простых методов. Там телескоп какой-нибудь настроить, микроскоп какой-нибудь настроить, еще что-то сделать. И мы вот уже видим саму природу реальности и лучше ее познаем. Все просто, все неказисто, все вот так вот прямо. Прямая дорога к познавательному успеху, так скажем. Для него комнаты и предметы в ней аналогичны реальности, о которой мы на самом деле ничего не знаем. Если для Ютковского познание это просто построение карт, вписывающих в себя феномены, то какое-то вообще познание. Ну, например, не знаю, вот у меня вот эта вот местность вокруг. Нарисую я ее карту. Что я, Господи, познал? Я и так вижу эту местность, я и так ее вижу. Ну, я могу передать карту вот этой местности кому-то другому, и, например, другой человек сможет сюда дойти. Ну, вот сейчас, находясь на этой местности, я лучше ее вижу, чем я смогу начертить карту. Не, я могу подняться, конечно, в небо на вертолете и сфотографировать ее, и сделать ее очень подробно, с каким-нибудь огромным зумом. Это будет очень подробная карта и так далее, и так далее, и так далее. Но она все равно вряд ли будет подробнее, чем то, что я прямо сейчас вижу, понимаете? Тут как бы вот так вот. И все это построение карт, это не есть процесс познания. Это процесс отражения феноменов чаще всего. И, кстати, в таком смысле определение через карты, ну, его можно привязать к скептицизму, через корреляции феноменов и все такое, как обычно скептики и делают. Вот мы изучаем корреляции феноменов, например. Вот мы упрощаем их, используем их для того, чтобы структурировать эти феномены, лучше ими управлять и так далее, так далее, так далее. Как-то так. Автор пишет, Ютковский. Эпистемическая рациональность посвящена построению карт, точно отображающих реальность. Точную связь между убеждением и реальностью обычно называют истиной. И я тоже с радостью пользуюсь этим словом. Фундаментально важно, что у Ютковского радикальная материалистическая прошивка в мышлении. Притом даже не материалистическая, в том смысле, что он везде видит материю, как марксисты. Он рассуждает об истине в категориях окружающих его вещей и думает, что это и есть реальность. А другие подходы, решения, в принципе, ему неинтересны, он их вообще просто не рассматривает, не критикует, они для него просто не существуют. Это самый банальный и уязвимый для критики подход, потому что такого рода человек никаким образом не может убедительно обосновать свои догмы. Ютковский дальше пишет. С другой стороны, инструментальная рациональность посвящена управлению реальностью. Не привлекая внимания санитаров, важно заметить, конечно. Он продолжает. Так что рациональность – это искусство формировать истинные убеждения и принимать выигрышные решения. Все хорошее против всего плохого. Все мы хотим, наверное, формировать истинные, ну или хотя бы наиболее точные убеждения. И принимать выигрышные решения. Только доказательств того, что мы это делаем, у нас не будет. Как-то так. Теория вероятности, пишет Ютковский, это набор законов, лежащих в основе рациональных убеждений. Кстати, доказательств здесь тоже не будет. Только примеры. Рациональность – это то. Теория вероятности – это все. Притом, большинство рационалистов за всю историю человечества не использовали теорию вероятности. Ютковский не собирается всего этого обосновывать. Ему это не нужно, ему это неинтересно, ему на это полностью наплевать. Почему он выбрал именно такие определения? Почему эти определения лучше стандартных? Почему теория вероятности лежит в основе рациональных убеждений? Если многие школы рационализма ее не использовали. Это все манифантастический мир Ютковского, где его волшебная рациональность, которая есть все хорошее против всего плохого, используется методами вероятности. Потому что он математик, потому что ему нравится математика, и он программист, и он изучал теорию вероятности. И это для Ютковского единственно возможный путь, потому что другие пути за неимением образования и желания он освоить не может, не хочет, не пытается. Ему это вообще в принципе не интересно. Это такой детский сказочный мир с единорогами и волшебством, только вместо единорога здесь баес, а вместо волшебства теория вероятностей. И что самое главное, каких-то глубоких размышлений от Ютковского на все эти темы ждать не стоит, потому что иначе сказка развалится. Отказываемся мы, например, от этих сказочных определений рациональности, и все, сказочного мира Лос-Ронга больше нет. Он не работает. Да и популизма этого самого нет, и никому этот самый ваш Ютковский больше, собственно, не сдался. Понимаете? Вот в чем заключается проблема. Вот в чем заключается проблема Ютковского. Ютковский пишет, математические модели это хороший способ достигать своих целей и строить карту мира. Нет, нельзя так сидеть. Независимо от того, какие у нас сложились предупреждения и стереотипы относительно слова рациональность. И пуфов тоже, кстати, не будет. Хотя математику действительно можно наложить моделями на мир и использовать эти модели, только вот не в этом заключается сущность познания. Создавая модель и используем ее, мы далеко не всегда можем что-то узнать о реальности. Нам в большинстве случаев для таких карт, в кавычках, не хватает... А, нам в большинстве случаев для таких карт хватает видимости. И математика позволяет эту видимость запоминать и лаконично записывать, чтобы потом использовать. Мне кажется, что Ютковский, такой типичный математик-программист, который полез в решение общефилософских вопросов, а потому он просто утверждает, что это работает именно так. А все его определения и мировоззрения, оно ангажировано, построено под математику, ну просто потому, что ему больше не под что подстраивать, у него другого инструментария в голове нет и никогда не было, он, ну, вот, как бы вот так вот. Здесь и его определение истины, понимание реальности и понимание рациональности. Он постраивает все это под математику, и все. Другие решения для него невозможны. В таких случаях совершенно бессмысленно пытаться решить проблему, введя новое определение слова рациональности, заявив таким образом под рациональностью, по определению будет предусматриваться предпочитаемый мой ответ. Так именно это Ютковский, вот он сейчас написал, что это бессмысленно делать, он именно это и сделал, когда определил рациональность своим собственным способом. Он дал такие определения, которые отличаются от общеупотребимых философий, и по сути сказал, что так будем теперь по определению все считать, что это такой рациональность, отрицая все прочие формы рациональности, которые за всю историю было невероятно много. В этом случае, пишет Ютковский, естественно, встанет вопрос, почему на ваше определение должно кого-то интересовать. Действительно, вот действительно, вот с чего Ютковский взял, что его определение должно кого-то интересовать. Кстати, что самое главное, он об этом сам пишет, он это как предъяву кому-то там, какому-то невидимому оппоненту выдвигает, но при этом он сам находится в центре этой самой проблемы, он сам является частью этой проблемы, которую он фиксирует. Ютковский в этом плане очень магический персонаж, если честно. Меня прям поражает то, насколько он периодически сам себя опровергает, и при этом ничего не доказывает. Он пишет дальше. Байесовское обновление убеждений вместе с акамовскими априорными вероятностями. Интересно для меня, потому что я ожидаю, что именно такой способ думать приведет нас к карте, которая систематически более точно отображает территорию. Он ожидает. И это все обоснования. И все лос-ронговцы ожидают. Они собрались и ждут этого, как, собственно, христиане ждут пришествия Христа. И опять же эти термины, карта, территория, это довольно специфические образы, которые сами по себе требуют обоснования. Еще раз, они требуют обоснования. Ни описания, ни объяснения, ни примеров, ни притчи, ни сказок каких-то, которые он рассказывает, ни дракона, собственно, в гараже, ни какой-нибудь еще другой ерунды. Они требуют обоснования. Их не может дать Ютковский. В этом проблема. Это и поразительно. Следующая глава называется «Мне сегодня рационально». Мы ее пройдем довольно быстро. Мы ее уже читали на стриме. Я не думаю, что она требует какого-то большого разбора. Далее Ютковский разбирает проблему в соотношении рациональности и эмоций. Здесь его можно поддержать, ведь рационалист не обязательно должен быть безэмоциональным. Он не должен быть живым компьютером. Это не следует ни из каких определений рациональности и рационализма. И, в принципе, я не знаю, зачем он посвятил статью этой проблеме. Потому что считать, что рационалисты обязательно должны быть холодными, бездушными, скотами, это типа чего-чего? Это как бы удел каких-то далеко не самых умных людей, на мой взгляд. Это уже сразу. Если такое обвинение происходит, если это обвинение не троллинг, если оно делается с человеком серьезно, и человек не может понять, а почему рационалист может позволить себе разные эмоции, у меня плохие новости. Наверное, с этим человеком не о чем разговаривать, друзья. Ну и дальше. Зачем нужна истина? Это следующая глава. Некоторые комментаторы спрашивают меня, зачем необходимо искать истину? В скобочках. К счастью, почти никому не нужно объяснять, что есть истина. Почему же? И это с учетом того, что в аналитической философии есть несколько теорий истины, каждая из которых является очень разной. И мне кажется, что Ютковский понимает под истиной, конечно, некое соответствие, но соответствие не наших представлений реальности, а соответствие наших представлений видимости. Ну, конечно, под видимостью Ютковский понимает реальность. И здесь вот эту проблему я вам уже показал несколько раз. Это принципиально важная проблема, которая, ну, у Ютковского безусловно есть. И это, если так подумать, совершенно другой подход к истиле. Правда, он эту видимость и называет реальностью, что, по сути дела, что суть и дело не меняет. Для Ютковского нет реальности за пределами видимости. И основная проблема познания для него заключается в том, чтобы видимости слишком много. Ее вот так вот не взять и не отобразить. Трудно нарисовать карту вот всего, что мы здесь видим, понимаете? Практически невозможно взять и просто взять, и это абсолютно точно отобразить, и чтобы нам еще было понятно, и чтобы на всем этом могли ориентироваться. Главная проблема Ютковского в познании в количестве. Мир очень подробен. Феноменальный мир очень подробен, понимаете? И поэтому мы вынуждены все-таки рисовать карты, а не загружать себе в голову территории, так скажем, если это бы вообще можно было сделать. Потому что у Ютковского нет реальности за пределами видимости. Вот, мы чертим карту. Смотрим в микроскоп, и там чертим карту. Смотрим куда-то еще, и там чертим карту. Мы всегда чертим карты в данном случае, понимаете? Чем бы мы ни занимались, мы занимаемся построением карт. Проблема заключается в том, что подобного рода почти что наивный реализм не подвергается никаким обосновательным процедурам. Это довольно смелая антология и теория познания. Они просто заявляются как истина, без пруфов. Вообще! Доказательства здесь оказываются вообще как будто бы неуместными. А кому нужны эти доказательства? Байес? У меня более вероятные утверждения. Сейчас я вам насчитаю там единицы, двойки, байты. Сейчас у нас пойдут какие-то байты. Он доказывает что-то байтами. Ну ладно, в статье, где он байтами что-то доказывать здесь не будет. Ну вы просто, господи, вдумайтесь, да? Вдумайтесь. Какие... Да, когда Ютковский пытается в доказательства, начинается еще большая дичь, чем когда он не пытается. Ну да ладно. Действительно, это очень смелая антология, и каких-то причин принимать ее у нас просто нету на самом деле. Вот если бы Ютковский сказал, мы в рамках науки описываем карту видимости, используем эту карту просто для того, чтобы извлекать из этого пользу, тогда наука не занималась бы познанием, не занималась бы открытием истины какой-то, и теории не претендовали бы на истинность. Это уже совершенно другой подход к науке. Это инструментализм был бы. Но Ютковский не так говорит. Ладно. Следующая цитата Ютковского. Желание сделать свое мировоззрение рациональным вырастает именно из стремления к истине. А уже благодаря этому желанию все мировоззрение можно разделить на хорошие и плохие. Да, за все хорошее против всего плохого. С другой стороны, правда, Ютковский, эмоции, рассматривая через эту призму рациональности, буквально говорит, что они либо плохие, либо хорошие в зависимости от рациональности. То есть, соответствие карты территории и прагматичности здесь у нас происходит. В каком-то смысле Ютковский переносит оценочный популизм в области пистемологии. Это его самый распространенный прием. Хорошо – плохо. Наука – хорошо. Религия – плохо. Точность – хорошо. Неточность – плохо. Да, оно просто понятно. И, соответственно, все у нас… Это просто либо хорошо, либо плохо. Все хорошее против всего плохого. Мы за хорошее. Мы рационалисты. Мы лос-ронговцы. Мы за чистоту ума. Мы за отсутствие ошибок. Мы за уменьшение неточностей. Мы за увеличение практичности. А наши противники, они, получается, против всего этого… Все. Закончили. Дальше он пишет… Ну, я сейчас просто процитирую. Например, братья Райт хотят построить самолет, и для этого им необходимо знать правду о законах аэродинамики. У меня возникает некий комментарий. А зачем им знать правду о законах аэродинамики, если птицы летают, и даже дети, которые не знают законов аэродинамики, могут собрать бумажный самолетик и запустить его в воздух? Тут нету необходимо… А замечу, тут нету необходимости. Так скажем, законы аэродинамики – это, безусловно, штука, которая поможет. Но для того, чтобы… Давайте, в метафоре карты… В метафоре карты и, соответственно… В метафоре карты и территории. Для того, чтобы перемещаться по территории, нам не обязательно нужна карта. Понимаете? То есть, ну, например, чтобы пробежать по этой локации, где я сейчас нахожусь, достаточно просто пробежать по ней. Не обязательно чертить какую-то карту. Можно просто пробежать по территории. И это нормально. Если территория очень большая, мы все равно можем по ней пробежать, и даже очень успешно. Хорошая карта, хорошая карта, да, она, безусловно, может нам помочь. Ну, и истина, наверное, тоже может нам помочь. Но она не обязательно. Она не является необходимой. Прежде всего, здесь нужно использовать метод проб и ошибок, а также накопленные за время технические достижения. Даже если законы аэродинамики в онтологическом смысле есть, а это уже, кстати, довольно интересный вопрос, что значит, что они в онтологическом смысле есть, да, они являются лишь некоторыми абстрактными обобщениями нашего опыта. Можно все равно создавать технические устройства, не пользуясь этими законами. И это буквально исторический факт. Это исторический факт просто, да, исторический и биологический факт. Птицы не знают законов аэродинамики, они летают. Люди не знают законов аэродинамики, создают летающие объекты. Можно быстро закрутить какой-нибудь объект, и он полетит в воздух, не зная законов аэродинамики. Я могу сделать самолетик, но я не знаю законов аэродинамики, понимаете. Я могу сделать самолет попроще. Я знаю, что крылья нужны, да, чтобы самолет был. У птичек вижу крылья. Если они еще машут, так вообще классно. Может быть, перья какие-то где-то добыть, еще что-то сделать, да, вы понимаете. Ну, так вот, продолжаем. Автор пишет, итак, есть любопытство, есть прагматизм, что еще? Третья причина поиска истины, которая приходит мне в голову, честь, честь. Ну да, лол-ол, он продолжает. Приоритеты паладина истины в отношении белых пятен карты определяются не полезностью и неинтересностью, но важностью, мега лол, порой мы встречаем у Ютковского такую детскую наивность. Не, на самом деле, на самом деле, мне кажется, портрет Ютковского довольно понятен. Это гик-одиночка, возможно, с некоторыми аутистическими расстройствами. Не берусь заявлять, что это действительно так, но похоже на то. Это такой гик, у которого очень хреново прошла социализация. Он действительно живет в своем мире, и это неплохо. Люди, которые живут в своих мирах, иногда создают классные философские течения, направления, что-то довольно интересное. И не только философские течения, направления, вообще какие-то высокие степени эскапизма нередко оказываются продуктивными для нашего общества. Эскаписты – это великие творцы нередко, это великие ученые, это великие художники, это великие философы. Многие из них, по крайней мере, эскапизм оказывается важной частью производства философии, мысли, творчества и всего остального. Но Ютковский, он немножко нетворческий, по сути своей. И это, конечно, весь его эскапизм все-таки портит. Он такой гик, который сидит дома, наслаждается своим интеллектом. Он человек не глупый. Давайте так, заранее объясняю. Он человек не глупый. Но из-за плохой социализации, недостатка образования, из-за большого количества самообразования, из-за тотальной банальности, это довольно скучный гик, который живет в своем мане-мирке, который очень похож на научный мир, но все равно маня, маня-научный мир, так скажем. И отсюда вырастает его такая детская наивность с прекрасными паладинами истины, которые вот так вот все вокруг решают, узнают. Забавно. Дальше Елизарь Ютковский продолжает. Если сделать рациональность моральным долгом, то она теряет все степени свободы и превращается в деспотичный первобытный обычай. Да. Не, ну лучше, конечно, сделать рациональность такой штукой, если ты не исповедуешь, ну, которую ты исповедуешь, наоборот, да. И у тебя буквально изо рта льет на так вот, простите. Лучше сделать рациональность такой штукой, если ты не исповедуешь которую, то у тебя буквально изо рта льется слюна, и ты постоянно наступаешь на одни и те же грабли, вот так вот, да, пробивая ими свою голову, потому что ты тупой, да. Если ты не рационалист, то ты тупой, как бы, и ты делаешь все себе во вред, и тебе даже, может быть, хочется себе во вред что-то делать. И ты такой, не, мне без разницы, бум, бум, и слюна такая вниз капает. Приблизительно так я вижу оппонентов Ютковского, ну, или то, как он их, видимо, видит, просто потому что, ну, если вот рационалисты, они вот такие, как описывает Ютковский, то не рационалисты, они вот такие, получается, как противоположность. Вот она, противоположность рационалистов. И в познании ты намеренно выбираешь наиболее неэффективные методы, потому что у тебя помимо умственной отсталости, видимо, параллельно еще и безостановочно опорожняется кишечник, что отвлекает тебя от великих теорем Байса и не позволяет уточнять истинность своих взглядов. То есть, ну, вот действительно вот так вот и рисуется портрет среднестатистического непосредственно оппонента Ютковского, как он их сам видит. Это довольно странно. Следующая цитата Ютковского. «Некоторые методы мышления помогают найти истину лучше, чем другие. Это приемы рациональности». Доказательств? Не, не будет. Не слышали. Не слышали о таком. Пруфов не будет. Они просто позволяют. Они просто позволяют по определению. Причем мы не знаем, достигаем мы истины, там, не достигаем мы истины. Просто позволяют. Вот. Вот так вот. Как определить, какие методы позволяют лучше других? Просто позволяют, забейте. Наука доказала, наука сделала. Ютковский сказал, Байс написал, короче. Так говорил Ютко Тустро, соответственно, книга для всех и для всех, соответственно. Книжка просто для всех получается. Дальше Ютковский продолжает. «Искажение». Что такое искажение? Глава его. Следующая глава, да? Следующая статья. Елизарь Ютковский. Искажение – это определенный вид препятствий на пути к истине. То есть их характер, как препятствие, мешает найти истину. Но при этом существует множество других препятствий, искажениями не являющихся. Моральный долг – бороться с искажениями, потому что искажения – плохие, злобные и просто неправильные штуки, неверный подход к проблеме. Подойдем к проблеме правильно. Ну, правильный подход я сейчас вам нарисую, покажу. У меня даже картинки есть. Бороться с искажениями, потому что без борьбы ты выглядишь приблизительно вот так вот. Вот, вот видите, смотрите, вот. Вот, вот что надо, да? Потому что, ну, вот. Если ты не борешься с искажениями, вот твое лицо, вот твой портрет. Не перепутай, да? Или вот сейчас второй портрет твой будет. Второй твой портрет, если ты не борешься с искажениями. То есть морального долга здесь нету. Просто вот, просто вот ты вот, вот это вот создание, если ты не борешься с искажениями. Запомни, запомни, вот, вот. Твое лицо, твое лицо, если ты не борешься с этими искажениями, друг. И никак иначе, и никак иначе. Секунду. Небольшая проверочка. Все происходит? Да, все идет. Прошу прощения, что я так проверяю. Просто мне не на что смотреть, и зарядку проверять никак не могу. Она может закончиться. Я буквально так и вижу всю эту, в кавычках, философию Ютковского. Это как будто бы такое мемное мышление, в котором в случае несоответствия идеям великого рэбе, ты просто конченый дебил, у которого слюни текут, и вот такой маленький мозг, ну вы поняли. Буквально мемы в голове рисуются из-за этого. Далее Ютковский в своей манере пытается рассказать, что такое искажение. Впрочем, от себя я добавлю, что многие вещи, которые могут нам не казаться искажениями, в итоге по факту могут ими быть. Что может подорвать основы рациональности, которые строятся на вере, что есть все-таки какая-то такая зона, без этих самых искажений мы можем ее как-то использовать, и мы можем заниматься познанием. Это интересная вера, на мой взгляд. Следующая глава. Доступность. Эристика доступности. Ну тут, короче, начинаются главы с обсуждениями непосредственно разных когнитивных искажений, ошибок и всего остального. Мне они не кажутся в какой-то степени интересными, просто потому что они категорически банальные. Если вы очень сильно захотите, вы можете прочитать Википедию на этот счет. Поэтому пересказывать эти материалы хоть сколько-нибудь подробно я не буду. Большинство из того, что мы здесь увидим, это, ну как бы, Елизарь Ютковский пытается описать, формально он забирает условно из Википедии материалы, берет википедийные материалы, так скажем, определения, ну не обязательно википедийные, откуда-то взятые, из каких-то нормальных книжек, а потом снабжает все это какими-то своими фантастическими примерами, которые ему, безусловно, нравятся, он обожает всякие примеры. Но мы эти примеры разбирать не будем, потому что просто бессмысленно. Ну давайте попробуем пройти. Серистика доступности. Суждение о чистоте и вероятности события по тому, насколько легко приходят на ум примеры данного события. В этой главе он обсуждает данные искажения. Какие-то претензии я здесь кидать не буду, это бессмысленно, да. Обременительные детали. Елизарь Ютковский. Конъюнктивное заблуждение – это когда люди оценят вероятность ПА, запятая Б выше вероятности ПБ, несмотря на то, что доказано ПА, запятая Б меньше или равно ПБ. Вот краткое содержание этой главы. Опять же, описание когнитивных искажений, ничего интересного для разбора. Следующая ошибка – это ошибка планирования. Еще одно когнитивное искажение. Я здесь скажу, что книга просто предельно популистская. Мне такое читать принципиально больно, потому что автор занимается примерами большую часть текста. Я, конечно, понимаю, что все эти статьи как раз и написаны с целью популяризации. Но, честно, мне трудно себе представить человека, который вместо двух простых предложений, объясняющих суть самой ошибки, будет вычитывать с кайфом несколько страниц про историю в аэропорту, про еще какую-то ерунду. Просто вот постоянный набор каких-то вот этих вот бесконечно гигантских примеров. Это реально кому-то интересно? То есть вы не хотите просто взять в два предложения, прочитать какое-то искажение и понять, что оно значит? Вы хотите прочитать 3-4 страницы какой-то ерунды? Вы серьезно? Люди, которые не особо интересуются философией, которые читают Элизера Ютковского, и которым просто нравится, что он и как пишет, вам реально это нравится? Я просто не понимаю. Я никогда так лично не писал, никогда не перебарщивал с примерами. Мне они не особо интересны. Меня больше интересуют принципы сами по себе. Их, короче, можно изъять из текста с двумя-тремя предложениями, понять и обсуждать сами идеи и проблемы в этих самых идеях, не обращая внимания на какие-то проклятые примеры. Ну да ладно. Следующая ошибка – иллюзия прозрачности. Прозрачности, почему нас не понимают? Элизар Ютковский. Существует когнитивное искажение знания задним числом. Оно проявляется так. Люди, знающие, чем закончилась ситуация, верят, что исход можно было легко предсказать заранее. С этим тесно связана иллюзия прозрачности. Мы всегда знаем, что означают наши слова, и ожидаем, что остальные тоже знают. Мы правильно понимаем смысл, читая написанный нами, обладая знаниями о том, что мы действительно имели в виду. Этим смыслом можно поделиться с кем-то, кто будет руководствоваться лишь словами. На самом деле ошибка довольно интересная, понятная. В принципе, согласен, что таковая имеет место у многих людей. У меня тоже периодически имеет место. Что тут скрывать? Это, опять же, понятное дело. Короче, когда он описывает эти искажения, у меня только претензия к стилю и больше ни к чему. В принципе, если вам такой стиль нравится, читайте. Я что? Я что? Я здесь вам не противник. Свои комментарии я уже высказал по этому поводу. Ожидаю короткие понятийные расстройства. В среде эволюционной адаптации было очень маловероятным оказаться от кого-то на расстоянии больше, чем один понятийный шаг. Одно логическое ему заключение. Сначала Ядковский как будто бы пытается понять причину нашего непонимания, но потом опять скатывается в продвижение науки и рационализма. По сути, это, можно сказать, что пропаганда. Ведь, по сути, и то, и другое – это тоже системы понятия и предпосылок. И простейшее объяснение должно браться, опять же, относительно чего-то. Какой-то системы координат, убеждений или аксиом. Например, эволюция – самое простое объяснение. Но не просто так в воздухе, а в рамках натуралистической парадигмы, которая сама по себе не подлежит адекватному доказательству. И об этом Ядковский забывает. Более того, он именно что начинает оправдывать ученых, потому что им трудно объяснить свою истину людям с другими понятиями. И почему-то это именно позиция ученого здесь является доминирующей. А человек, видимо, ради рациональности сам должен менять свою систему понятий под научную, потому что она истинная или наиболее истинная. Хотя человеку это еще нормально не объяснили, и не пояснили, и не доказали. Но вот такое впечатление, что, опять же, Ютковский выводит всю эту главу для того, чтобы ученым, сайентистам и всем остальным было проще доказывать, пропагандировать свою информацию. Причем прибегая к разным когнитивным приемам, снижая разницу между понятиями обычных людей и, собственно, великим, великих вот этих самых ученых, чтобы разница между ними была меньше. И мне кажется, это тоже, ну, заранее крайне ангажировано, крайне в каком смысле ограничено, крайне неправильно. Вот. Ведь проблема-то и заключается в том, что научная картина мира, даже если она лучше всего соответствует реальности, допустим, допустим, вдруг это так. Но для того, чтобы это понять, ты должен отказаться от своей системы понятий, не имея доказательств истины науки, потому что доказательства истины науки выполнены совершенно в другой системе понятий, выполнены совершенно другой логикой, которая тебе пока что недоступна, и ты не уверен, например, что эта логика является истиной, ты не уверен, что система понятий, которая в науке присутствует, является истиной, или даже более истиной, чем твоя, допустим, да. Мы здесь оказываемся вот в такой проблеме. А почему человек заранее должен принимать научные убеждения? Да не почему. Нету никакой причины. Более того, особенно учитывая то, что ученые и сайентисты в среднем отказываются от каких-то серьезных, хороших, открытых дебатов по вопросам науки. Они в среднем хотят атаковать религию, они хотят атаковать философию, они хотят атаковать и побеждать, но они не хотят никаким образом подставляться. И когда кто-то озвучивает критику в адрес науки, например, я, люди в среднем отмахиваются, сайентисты отмахиваются, они хотят принимать участие во всех этих дискуссиях. Ты рассказываешь им о том, что их факты – это, по сути, интерпретации феноменов. Фу, Шадов ничего не понимает в науке. Ты рассказываешь им о том, что их теории, соответственно, скорее всего, никакую реальность не отображают, да и, соответственно, довольно сомнительно, что они действительность нормально отображают. Не-не-не, фу, Шадов, ты ничего не понимаешь. Рассказываешь им про то, что для того, чтобы заниматься практикой наука, тоже не обязательно приводишь огромное количество исторических примеров. Фу, Шадов, ты ничего не понимаешь. То есть твои примеры из истории, когда люди создавали какие-то технические достижения без науки, это тоже наука, определение науки они, конечно, обычно в таком случае не дают. И вот такая вот разорванность парадигм, оторванность людей друг от друга, особенно ученых от всех остальных групп людей, не делает ученых все равно заранее заведомо верными, истинными, правильными. И в каком-то смысле кажется даже немножко странным исходить из того, что ученые априори правы, с учетом, что в своей области обычно ученые обладают наибольшей информированностью, и по сути, да, бремя доказательства, на мой взгляд, в каком-то смысле больше лежит на них. То есть если мы спорим с биологом о биологии, бремя доказательства больше лежит на нем, чем на его оппоненте, не потому что, почему, потому что он больше осведомлен. Да, вот он больше осведомлен, он больше провел времени в доказательствах тех или иных вещей, он знает больше фактов. Следовательно, у него больше интеллектуального материала для того, чтобы оперировать в данном вопросе хоть чем-то. И если вдруг биолог проигрывает, ну, это его проблема, ведь биолог может проиграть, даже в области биологии. Ну, например, биолог может сделать неправильный логический вывод. Правильно? Правильно. Ну, то есть биолог, споря с логиком, например, может проиграть логику по вопросам биологии, потому что сам биолог сделал неправильный логический вывод, а логик его в этом, собственно, подковырнул. И все, все, конец как бы, да. Такое сплошь и рядом может случаться, и случалось бы, если бы мы не считали биологов суперавторитетами, если бы их тупость периодическая, то есть иногда биологи, ученые, очень тупые вещи на самом деле говорят, ничем не обоснованные, и даже и контринтуитивные, и ничем не обоснованные, и нелогичные. На каких-то своих базовых птичьих понятиях и правах, на правах своего тотального абсолютного авторитета, они что-то заявляют, но ничего не доказывают, да, как бы. И защита через авторитет, это, наверное, худшая из защит, которую только можно представить, но именно так ученые в основном и защищаются вне научного сообщества. А внутри научного сообщества у них коллектив, у них уже договор есть, они уже договорились, что истина, что не истина, что правдоподобно, что неправдоподобно, какая теория рабочая, какая нерабочая. Они уже об этом договорились, понимаете. И как бы, по какой причине люди, да даже не обыватель, да почему мы обывателя берем? Вот философ, какой-то философ сборит с ученым. Почему философ заведомо в глазах людей находится в более слабой позиции, ведь это далеко всегда не так. И почему авторитет ученого выше серьезных, хороших аргументов философа? Это тоже, ну, не очевидно, и это тоже, ну, зачастую не так. Не всегда ученые прям доминируют над философами, я даже более того скажу, почти всегда они доминируют. Да. Дальше Ютковский пишет. Биолог, говоря с физиком, может обосновать теорию эволюции, сказав, что она простейшее объяснение. Вот, смотрите, внезапно это простейшее объяснение. Не истинно, не истинно, не соответствие карты территории очень подробное, а простейшее объяснение. Дальше он пишет. Но легендарная история науки не впиталась в души большинства остальных людей. А почему должна была впитаться Ютковский? Почему должна была? Он дальше пишет. Они не видели этих столетий от Ньютона до Эйнштейна, подаривших фразе простейшее объяснение и весь ее потрясающий смысл, превративших ее в слово силы. Ну, религия началась. Слово силы с большой буквы оба, кстати, да. Что произносится при рождении теории и высекается на их надгробных камнях. Понимаете? Вот так вот. Вот так вот. В общем, Ютковский рассказывает, как нужно правильно и мягко пропагандировать науку, чтобы было убедительно. Ведь научная система, ведь научная система ориентиров и определений почему-то по определению наиболее правильная. Объяснений, кстати, не будет. Доказательств тоже не будет. Ютковский просто так считает, потому что там боец, а боец это как бы поклониться надо обязательно. Обязательно поклониться перед боецом. Боец великий, боец всемогущий, боец баки, я не знаю, шутка. Ну, боец, короче, боец величайший, соответственно, и все. И даже если человек того не осознает, он нуждается именно в научном ориентире. Да, понимаете? Вот по Ютковскому. Это довольно простой, незамысловатый мир Ютковского, мир такого тотального саентизма, в котором альтернатив нет и быть не может. Следующая. Линза, видящая свои изъяны. Сейчас я присяду, я устал, честно говоря. Линза, видящая свои изъяны. Вся идея науки, пишет Ютковский, это в сущности поиск наиболее надежного способа отразить в зеркале разума содержание целого мира. Я бы сказал, что не все согласятся с этим определением. Он дальше пишет. Наука это постижимый и объективно существующий процесс, который связывает содержимое мозга с реальностью. Очень тоже странное определение для философии науки. Ну, такое защищать я бы, например, тоже не стал. Да, и доказательств этого определения, кстати, не будет. Только голосовное утверждение, потому что Ютковский в это уверовал, ребят. Больше, больше ни почему. Запомните. Дальше он пишет, Ютковский, мозг это дефектная линза, не совсем точно показывающая действительность. Это верно в отношении мозга как мыши, так и человека. Но мозг человека это линза, могущая понять свои изъяны, могущая увидеть свои систематические ошибки, свои искажения, а после применить к ним исправление второго уровня. Это разделение на систему первого, второго уровня, если что. Самое главное, с чего Ютковский взял, что мозг вообще отражает реальность. Он написал действительность, но он по действительности здесь понимает реальность явно. Я нет, я приблизительно представляю его обоснование этих вопросов. Сейчас он так уверенно говорит о том, что наука помогает нам постигать реальный мир, а мозг несколько искажает действительность. Но при этом именно, что не совсем точно ее показывает. А когда его попросят все это обосновать, он переключится в режим рассуждения от вероятностей, простейшего, как ему кажется, объяснения других вещей, которые не гарантируют нам правильного ответа. То же самое и с постоянными упоминаниями эволюции, эволюционного прошлого людей почти в каждой главе. Пока ты не прижмешь сайентиста к стенке, он говорит о своих теоретических представлениях так, будто они истина в истине. И мы уже имеем довольно ясную картину реальности. Хотя бы в некоторых ее аспектах. По Ютковскому у нас уже имеется довольно подробная карта реальности, но как только ты попросишь его обосновать эти утверждения, то в ход пойдут аргументы, не способные отбросить все прочие альтернативы. Если теория эволюции просто наилучшее и наиболее простое объяснение имеющихся фактов, то вполне может быть, что не было никакого эволюционного процесса миллиарды лет. И возможно это лучшее объяснение является ложным. Следовательно, мы исходим из ложных предпосылок, скорее всего ложных, если альтернативные теории возможны. И теория эволюции это одно из таких объяснений. Оно является на данный момент наиболее простым, понятным, наиболее лаконичным. Вдруг его фальсифицируют в итоге? Вдруг? Ну это же возможно взять и фальсифицировать теорию эволюции. Вдруг она фальсифицируется? Что ж тогда так будет? Но мы, будучи сайентистами, во всех своих рассуждениях уже подходим так, как будто этот процесс происходил. А потом переходим в режим оправдания наших убеждений, которые в самом деле не имеют серьезных обоснований. Ведь напоминаю, все аргументы, которые озвучивают биологи в пользу теории эволюции, носят индуктивный характер. А выводы из неполной индукции, она всегда неполная в науке, в том числе в биологии. Носят вероятностный характер. И если что-то носит вероятностный характер, то оно может быть ложным. Окей. Если вы это признали, это довольно прозрачное рассуждение. Я думаю, каждый разумный человек, который там, не знаю, рационалист или не рационалист, здесь со мной согласится. Доказательства теории эволюции не исчерпывающие и не могут быть исчерпывающими. Это принципиально важно. Но сиентист, который согласен с этим, он разумный сиентист, он был прижат к стенке вот этими аргументами. У него остается еще один контраргумент. Он вам скажет, что эти выводы, конечно, вероятностны, но вероятность их крайне велика. Я помню, кто-то из сиентистов даже называл цифру больше 90% того, что теория эволюции в довольно большой степени соответствует реальности, как минимум. Впрочем, чтобы узнать вероятность нашей правоты, нам нужно посчитать, какое количество опыта мы не можем учесть ввиду нашей человеческой смертности. И желательно соднести всю сумму имеющегося у нас опыта с тем опытом, который потенциально мы еще можем открыть. Тем, который был в прошлом и тем, который мог бы быть вообще в принципе возможным. Обозначим сумму всего имеющегося у человечества опыта как единицу. Какое количество опыта в биологии относительно этой единицы мы еще сможем раздобыть? 100, 200, 1000, 10 тысяч или миллион? Очень много, очень много, очень много сможем еще раздобыть. Продолжаем дальше. А сколько опыта реально было в мире, но он ни при каких обстоятельствах недоступен для нашего наблюдения, если мы не создадим машину времени? По отношению к единице это миллион, квадриллион? Непонятно, очень много по-любому. Представьте, если все-таки теория эволюции описывает мир правильно так, как он существовал, представьте себе всю совокупность живых существ за миллионы, миллиарды, квадриллионы, секстиллионы, семиллионы лет. Ну вы понимаете, да, за миллиарды все-таки, за миллиарды лет. Прыгать на Земле, на нашей планете Земля, да. Вот представьте, вот весь этот опыт, который нам не доступен вообще принципиально. Значит, у нас есть опыт, который нам доступен, но мы пока его еще не открыли. Может быть откроем, а может быть не откроем. У нас есть опыт, который мы никаким образом открыть не сможем, потому что он был раньше, если мы не изобретем машину времени, но это уж совсем на это рассчитывать, наверное, чересчур. Ну и под конец есть в том числе опыт в возможных мирах. Опыт возможных миров, по сути, получается здесь, да. Потому что нам это тоже важно, потому что теория в том числе исследует не только то, как оно есть на самом деле, но так, как оно могло бы быть. И это самый важный момент теории, потому что то, как оно могло бы быть, это предсказание, это предсказательная часть теории, да. Она в том числе говорит о том, что теория может предсказать. Это даже то, что могло бы быть, это в каком-то смысле даже тот опыт, который мог бы случиться, это тот опыт, который более важен, чем тот опыт, который мы даже имеем на данный момент. Потому что вот в этом и заключается предсказательная сущность А этого опыта вообще кажется бесконечное количество То есть возможного опыта бесконечное количество И здесь ответ очевиден, да, это бесконечное количество Если мы готовы учитывать и возможный опыт, а любая научная теория должна предсказывать и всякий возможный опыт То получаем соотношение 1 к бесконечности И соответственно вероятность истинности любой научной теории не 90%, не 99%, а меньше 1% всегда Причем настолько меньше, что соотносится как 1 к бесконечности Вот такова вероятность истинности научной теории Реальная вероятность, если мы подходим к этому формально, индуктивно и так далее, так далее, так далее Такова и вероятность истинности любой научной теории, если она базируется на бесконечно неполной индукции Мне кажется, что 91% бесконечности – это очень разные вероятности. Мне кажется, вам тоже так кажется. Очень важно проследить, насколько глубоко, глубок представлений проникает в сознание того или иного человека. Мне видится, что Ютковский – глубочайший убежденный человек. И что самое главное, он готов к любым словесным манипуляциям, лишь бы доказать очевидность научного взгляда, своего собственного рационализма и своего странного сектантского подхода. Ютковский дальше пишет. Целую главу, целую статью о том, что убеждения должны окупаться. Елизарь Ютковский. Соблазнительно попытаться уничтожить этот класс ошибок с помощью запрета всех убеждений, не являющихся ожиданиями какого-либо чувственного опыта. Лол. Да, очень соблазнительно, не знаю кому. Похоже на нацизм, но в области теории познания. С чего мы вообще взяли, что истинные реальности должны соответствовать нашим ожиданиям какого-либо чувственного опыта? Ютковский дальше пишет. Но в мире есть много, что не ощущается напрямую. Мы не видим атомов, из которых состоит кирпич, но эти атомы действительно существуют. Видишь атомы, да? Нет, нет. А они есть, соответственно. Потому что ученые так сказали. Ютковский полностью пронизан научной парадигмой и мировоззрением. Он абсолютно не подвергает ее сомнению. Он верит в науку чисто и наивно, это важно понимать. Ну и всякий человек, который верит в атомы, ну прям вот верит, что они прямо есть, как таковые. Он точно такой же. Ютковский продолжает. Великая сила Homo sapiens состоит в том, что мы лучше, чем любой другой вид на планете, можем научиться моделировать невидимое. И в этом же состоит одна из величайших слабостей. У людей нередко встречаются убеждения о вещах, которые не просто незримы, но и нереальны. Вопрос, а мы точно можем моделировать невидимое? И как мы проверим, что модель реально соответствует невидимому объекту? По практическим следствиям это глупость. Потому что одно и то же практическое следствие может следовать из бесконечного количества потенциальных теорий. Единственный способ убедиться в том, что мы правы, это обрести некое зрение к реальности, чтобы сравнить реальность с нашими моделями и теориями. Но таким зрением мы не обладаем. А если и считаем, что обладаем, то довольно трудно это обосновать для другого человека. И это тоже проблема. Например, те же самые технологии, которые позволяют в скобочках увидеть атомы, на самом деле уже заранее работают на основании некоторого ожидания наличия этих атомов. И в целом мы не можем проверить их работу напрямую. А только опять же по косвенным свойствам. Например, по практическим следствиям. Мы не можем уменьшиться до размера атома и увидеть его своими собственными глазами. И даже если бы могли, это бы не означало, что атом существует. Именно поэтому нам нужно некое абсолютное зрение к реальности, которого у нас нет, чтобы не косвенно проверять наши представления и даже факты наблюдения. В общем, даже в науке большая часть, если не все представления, это представления о том, что не просто незримо, а нереально. Вместо атомов может быть все, что угодно. И даже вместо клеток, ДНК и всех прочих вещей, о которых мы рассуждаем. Для Ютковского эта проблема не очевидна, потому что в системе его представлений есть в скобочках абсолютное зрение. Это зрение разных технологий. И обосновать верность этого подхода он может опять же через наилучшее и самое простое объяснение, что не имеет силы окончательного доказательства. Проблема заключается в том, что буквально любой элемент мировоззрения Ютковского в итоге упрется в это простое и наилучшее объяснение, а следовательно, в нем нет ничего основательного. А если нет ничего основательного, то от него можно легко отмахнуться. Да, то, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств. А доказательств нет и быть не может в данной области. Все попытки что-то доказать, обосновать оказываются предельно слабыми. Дальше Ютковский пишет. Одна из добродетелей рационализма – эмпиризм. Вот на этом книгу можно закрывать. Рационализм и эмпиризм – это две противоположные школы философии. Рационализм отстаивал представление о том, что в нас существуют врожденные идеи, и заниматься познанием можно на основании материалов, назовем это по-кантиански, чистого разума. Эмпиризм настаивает на том, что врожденных идей нет, а познание производится благодаря опыту. Многие рационалисты философии, например, Гегель, были антиэмпириками. Хотя это не обязательно совсем выписывать опыт из нашей методологии, чтобы называться рационалистом. Но при этом называть эмпиризм добродетелью рационализма просто как-то довольно предельно странно, потому что направления довольно разные, противоборствующие в каком-то смысле, критикующие друг друга. И ряд рационалистов каноничных в истории философии, ну, они просто совсем не про то. Споря по поводу вопроса, вроде бы связанного с фактами, всегда держи в уме различия ожиданий будущего, из-за которого происходит спор. Если найти эти различия не удается, то, скорее всего, вы спорите о названиях ярлыков в сети убеждений, или хуже, о плавающих убеждениях, ракушках, прилипалах на сети убеждений. И самое главное, не спрашивай, во что верить, спрашивай, чего ожидать. Каждый вопрос об утверждениях должен порождаться вопросом о представлениях. Именно этот вопрос о предсказаниях должен быть в центре внимания. Доказательств, конечно, друзья, сейчас я уже от себя говорю, да, что это должно быть именно так, кстати, тоже не будет. Почему вы должны заниматься предсказаниями? Можно представить себе колоссально ложную теорию, которая при этом будет хорошо заниматься предсказаниями. И даже не одно, а бесконечное множество. Например, заменяем эволюцию дьяволом, который закапывает окаменелости, но закапывает по определенным законам, которые соответствуют нашим наблюдениям. И вот дьявол довольно предсказуемо закопал все окаменелости. А мы можем и дальше эффективно предсказывать на основании этого представления, что и на какой глубине мы откопаем. Предсказание? Предсказание, вполне. Но при этом теория вроде бы ложная. Ну дьявол, да, какой-то дьявол. Ну давайте ладно, не дьявол. Христиане считают, что дьявол реально есть, он мог таким заниматься. Давайте не дьявол. Во, волшебная уточка. Этим занималась волшебная уточка. Смотрите, видите, там уточки, там уточки. Вот там вот уточки за мной. Вот одна из этих волшебных уточек на протяжении всей истории мира, одна из этих уточек, одна из них, я не знаю правда какая, но вот одна из них, она занималась вот таким вот интересным процессом. Да, вот просто вот зуб даю, по-ютковскому просто клянусь честью паладина истины. Соответственно. Таких теорий можно придумать бесконечное количество. Предсказательность в конечном итоге ничего не решает, но с точки зрения истинности имеется в виду. Но кроме того, что нам чисто инструментально удобно иметь под рукой такие модели и теории, которые дают некоторые часто сбывающиеся предсказания. К реальности это имеет крайне сомнительное отношение. Дальше идет сказ о науке и политике. Сказ о науке и политике. Комментировать тоже не вижу смысла. История о синих и зеленых меня здесь совсем не прельщает. Но все же замечу, что такие притчи хорошо работают для докренизации людей, не способных к мыслительной деятельности и анализу. Ютковский целится в самую интеллектуально уязвимую часть населения. Но я его, кстати, в этом не осуждаю. Но если вы хотите собрать вокруг себя каких-то людей, секту и все такое, вы всегда будете действовать таким образом. Это как бы, блин, это стандартная схема, просто забейте. А... Вера в убеждения. Элизар Ютковский. Следующая глава. Он рассказывает Басю про дракона в гараже. Мораль этой басни в том, что плохая гипотеза должна ловко маневрировать, чтобы избежать опровержения. Во-первых, дракон в гараже – это не гипотеза. Это раз. И вопрос, почему же она плохая? Потому что нефальсифицируемая... Почему слово «нефальсифицируемая» сразу же становится плохой? Почему нельзя сказать «она ненаучная»? Это «ненаучная» в кавычках гипотеза. Да, она и не гипотеза, и она и ненаучная. Я абсолютно согласен с этим. Здесь нету никакой научности. Это правда. Но почему «плохая»? Почему «ненаучная» равно «плохое»? Что это за, опять же, мировоззренческий нацизм какой-то? Я просто не понимаю. «Ненаучная» – плохо. Все, конец. Нефальсифицируемая – плохо. Все, конец. Закончили. Мне вот, например, кажется, что теория плохая или хороша в зависимости от того, насколько она соответствует истине. А соответствия истины мы напрямую определить пока что или вообще в принципе не можем. А потому приходится придумывать разные косвенные критерии. Предсказательность, практичность, фальсифицируемость – это все косвенные критерии, которые напрямую не указывают на истинность и приближение к этой самой истинности. Допустим, что в гараже действительно сидит неощущаемый дракон. В гараж заходит тупой саентист и говорит, что никакого дракона нет. Твоя теория ложна, потому что нефальсифицируема. Но это же реально проблема тупого саентиста. Если дракон все же там есть и ошибается саентист в данном случае, это же реально его проблема. Если вот он приходит, гараж, заходит такой, там дракон есть, но невидимый и неощущаемый. И саентист такой говорит, дракона нету, все, иди нафиг. Это проблема саентиста. А все остальное – просто спекуляции и танцы с бубном вокруг оправдания собственной значимости и значимости науки, научного метода, только научный метод, только фальсифицируемость. И с бубном вот так вот прыгаем, хорошие теории, нехорошие теории, в бубен вот так вот стучим. Это очень свойственное для религиозных людей поведение, на самом деле. Все эти прыжки с бубном, оценочные понятия, хорошее, плохое, прекрасное, непрекрасное, замечательное, великое, глубокое, душевное, недушевное, паладины веры и все такое, религии. Ну, вы понимаете. Автор дальше пишет. Добродетель эмпиризма должна не позволить нам совершать подобные ошибки. Рационалисты должны постоянно выяснять, какие переживания предсказывают их убеждения, требовать, чтобы убеждения окупались. А я от себя замечу, что многие научные убеждения не окупаются, многие научные эксперименты неудачны, и из них не идет никаких практических следствий. На тот же коллайдер потрачены астрономические суммы. Окупился ли коллайдер? Ну, люди будут рассказывать о том, что для реализации этого проекта было задействовано много инженеров, и в рамках работы над коллайдером было налажено много таких вещей, которыми сейчас пользуются обыватели. Вопрос. А если бы мы все те же деньги, что потратили на коллайдер, направили напрямую инженерам, которые напрямую бы внедряли те или иные технологии в жизнь людей? Может быть, это было бы эффективнее? Ну, не знаю, да, как вот догадка. Эффективен ли коллайдер был или неэффективен все-таки? С какой вероятностью, конечно, тут вероятность тоже неплохо было бы определить, да? Потому что дать точный ответ на этот вопрос крайне затруднительно. Как определить и посчитать, что наши убеждения окупились? И чем они должны окупаться? В сравнении с какими еще убеждениями, да? То есть, опять же, какие-то убеждения окупаются, какие не окупаются, в какой степени, да? Непонятно. Степень окупаемости, наверное, надо какую-то высчитывать. Такое себе. Может быть, уверенность в своей правоте уже достаточный откуп для многих убеждений? Ну, например, в прагматизме, ну, довольно сильная причина, по которой мы можем оставить то или иное убеждение. Ну, нам это убеждение просто нравится. Оно делает нашу жизнь лучше. Уже хороший прагматичный взгляд на то или иное убеждение. Многие взгляды помогают нам в жизни на уровне этики, например, и не только. Дальше Ютковский пишет. Дэниел Дэнетт заметил, когда трудно верить в X, намного легче верить в то, что ты обязан верить в X. Дэнетт называет это верой в убеждение. Того же термина буду придерживаться и я. Если вы находите предыдущий абзац сложным для понимания, попробуйте поизучать математическую логику, которая учит остро различать такие вещи, как утверждение Пи, доказательство Пи и доказательство того, что Пи доказуемо. Такие же коренные различия есть и между Пи, желанием Пи, верой в Пи, желанием верить в Пи и верой в то, что ты веришь в Пи. Гений. И это все для того, чтобы показать, насколько человек, верящий в дракона, в своем гараже неправ. Он верит в дракона, а ты веришь в атом. Возможно, обоих не существует, но есть относительно истины, вы оба заблуждаетесь. При этом в атомарных представлениях мы выводим некоторые следствия и привязываем к ним модели, которые позволяют нам управлять, в кавычках, реальностью, без привлечения внимания санитаров. Почему мы должны верить в атом, если его может не быть? Если пользу приносят не столько наши представления об атоме, а те следствия и модели, которые мы к этим представлениям привязываем. Допустим, человек, верящий в дракона, верит также и в то, что в его гараже не работает гравитация. Но невидимый дракон и вообще драконы на улице и во всех других помещениях просто придавливают всех окружающих людей к земле. Вот вам уже практичный дракон, который вроде бы и не видим, но он выполняет функцию гравитации. Это гравитационный, большой гравитационный дракон. И таким образом, и работает, он прижимает именно по тем моделям и формулам, которые, в общем-то, в науке существуют. Те же модели, которые гравитации существуют в науке, мы переносим их в драконов, получается. И все, взгляд окупился. Да, это не самое простое объяснение, серьезно, да, не самое простое объяснение, но окупаемое, вполне окупаемое. И взгляды дракона Люба оказываются не просто окупаемыми, они еще и предсказательны во многой степени, в большой степени выходят. Байсянское дзюдо, Элизарь Ютковский. В этой главе Ютковский докапывается до людей на званом ужине. Надеюсь, его туда больше не пригласят, да, это все, что можно сказать о данном разделе, забейте, даже пересказывать не буду. Притворная мудрость, Элизарь Ютковский. Нейтральность и неторопливость с выводами – широко известный прием, который часто применяется в тех случаях, когда люди желают выставить себя взрослыми, мудрыми, непредвзятыми, или просто показать свое превосходство над другими. И одним из этих людей является Элизарь Ютковский. Ну да ладно. Это я называю притворяться мудрым. Разумеется, есть множество способов продемонстрировать мудрость, но демонстрировать ее, отказываясь делать догадки, отказываясь анализировать свидетельства, отказываясь выносить суждения, отказываясь принимать сторону, оставаясь в стороне, взирая высокомерно и снисходительно, то есть демонстрировать мудрость, ничего не говоря и не делая, но это я нахожу особенно претенциозным. Не, на самом деле я согласен с Ютковским в целом. Есть огромное количество людей, которые просто думают, что если вы спокойны, если вы безэмоциональны, если вы нейтрально себя ведете и придерживаетесь некой позиции нейтральности, такой вот, Андрюха Лемон буквально, вот вы Андрюха Лемон, короче, да, позер такой, такой интеллектуальный позер, допустим, ну, значит, вы правы, получается. Даже если у вас хреновые аргументы, ну, вы правы просто потому, что вы сохраняете спокойствие. Ну, это неправильно. Еще Рассел писал об этом, что за спокойствием истина или что-то вроде того, там целая цитата про это есть, не могу ее дословно воспроизвести, ну, это же глупость. Есть некий образ мудрого человека, который на вид спокойный, нейтрален. А это либо врожденные некоторые качества человека, либо натренированный навык. Можно натренироваться быть спокойным и нейтральным. Либо можно, ну, вы просто очень флегматичный человек, и вы просто по дефолту спокойный. Вы можете быть беспредельно тупым, абсолютно просто тупым, как пробка. Но при этом вы довольно молчаливый, влезаете в беседу довольно редко, что-то озвучиваете без какого-либо такого вот, без какой-то либо такой энергетики. И многие люди скажут, о, мудрец сидит, мудрец. Ведь, ну, ведь, например, когда я стримлю, много таких глупых людей, да, которые желают казаться умными. Их может отпугнуть претенциозная манера речи, ругательства и мат. Но при этом они, к сожалению, не слышат за всем этим, собственно, аргументов. Глупый человек лишает тебя права голоса, потому что у тебя... Нет, глупый человек лишает тебя права голоса, потому что у тебя не такая прическа, татуировки, активное поведение, там, ты ругаешься, например, да, но ты при этом аргументируешь, ты при этом говоришь, в чем человек, как тебе кажется, неправ, ты там показываешь его внутренние противоречия, а человек такой, ну, думает, а что-то ты сильно эмоциональный. Вот я лучше пойду, посмотрю этого, как там его... Баумейстера. Баумейстер не ругается матом. Ну, как это можно слушать же, понимаете? Вот Баумейстер мудрейший человек, просто потому что он не ругается матом, понимаете? Не, я тоже могу не ругаться. Это как бы... Это прием, да, это выученный прием, с ним можно работать. Я человек с кандидатской степенью. Понятное дело, если я получил кандидатскую степень, то я не матерился, да, когда я ее получал. Когда я защищался, я не матерился, очевидно. То есть моя защита не проходила вот так вот, как она проходит на стримах. За все это видео, мне кажется, я тоже ни разу не матернулся. Хотя, может быть, но я не помню. Но вроде бы ни разу. Вроде бы ни разу матом не ругнулся. Если я ругнулся, то пару раз за видео на несколько часов. То есть это уже как бы, да, это уже довольно... Мощно. А люди этого не понимают. То есть люди этого не понимают. Дальше Ютковский пишет. Претензия религии на неопровергаемость. Самое ранее известное мне упоминание научного эксперимента, пишет он, это как неироничная история об Илье и жрецах Вала. Народ Израиля колеблется между Иеговой и Валом. Поэтому Илья объявляет, что проведет эксперимент, чтобы решить эту проблему. Какое новаторство по тем временам. Жрецы Вала поместят своего быка на алтарь, а Илья поместит на алтарь быка Иеговы. Но никому из них не будет позволено разжечь огонь. Чей бог истинный, тот и заставит огонь сойти на него и его жертву. Жрецы Вала служат для Ильи контрольной группой. Такое же древесное топливо, такой же бык и такие же жрецы, возносящие молитвы, но ложному богу. Затем Илья льет воду на свой алтарь, разрушая симметрию эксперимента. Но ведь это было так давно. Зачем? Тем самым он обозначает добровольное принятие времени доказательства. Эквивалент современного уровня значимости в 0,05. Огонь сходит на алтарь Ильи, что является экспериментальным наблюдением. Народ Израиля, кричащий «Господь есть Бог!» Экспертная оценка. Это я просто должен был зачитать, какой же милый детский лепет. Это научный эксперимент, ребят. Это научный эксперимент. Нет, это нифига не примитивная странная аналогия, которая работает исключительно в голове самого Ютковского. Не-не-не-не-не-не-не. Это, ребята, был только что научный эксперимент. Это был научный эксперимент. Вот так вот и выглядят научные эксперименты. Ни в коем случае. Важно, главное, не перепутать, что такое научный эксперимент. Да. Дальше. Елизарь Ютковский пишет. Абсолютное большинство религий в истории человечества, не считая придуманных совсем недавно, рассказывают истории о событиях, которые представляли бы собой совершенно безошибочные доказательства, если бы действительно случились. Нет, это чушь, на мой взгляд. Выше проводился вариант с кустом. Я его не зачитал, но он приводился. Какую же могучную сущность это доказывает? Глупости? Если куст говорит, то, возможно, в нем есть громкоговоритель. И так можно разобрать все чудеса и подвергнуть их критике через массовую истерию, иллюзию, гипноз. В общем, альтернативных собой объяснений полно. И даже если бы это было новым явлением, хотя это, судя по всему, не так, то что? Ну, допу, допу, ну, то есть, как бы... Окей, куст говорит, куст говорит, что он бог. Окей, и что? Куст позволяет раздвигать воды. И что? Куст ходит по воде. И что? Какое... Ну, и что? Как это доказывает? Да никак. Это очень плохие доказательства. Ну, да ладно. Автор пишет, независимость религии от фактических реалий. Весьма недавняя исключительно западная концепция. Ну, на мой взгляд, трудно об этом говорить, потому что религия пронизывает как мир физический, так и мир метафизический. О метафизическом обычно можно говорить в крайне общих чертах. Например, в христианстве утверждается о троичности Бога. Это объект веры, исключительно веры, и христиане это четко осознают. Многие христианские догмы недоказуемы, о чем знали даже средневековые философы. Ну, то есть, очевидно, да, там был выбор между знанием и верой. Многие религиозные философы, они возлагали надежду именно на то, что верой мы только сможем все познать, рационально познать не получается. Да и доказательства бытия Бога с помощью рациональных разных методов, на ней обычно сводятся к очень простым, странным процедурам, которые доказывают не три единого Бога Иисуса Христа, а просто какого-то Бога. Ну, такое. Ютковский пишет. Идея, что религия – это отдельный магистрик, который нельзя ни доказать, ни опровернуть, – это большая ложь, повторяющаяся снова и снова. Так что люди говорят ее, не вдумываясь, но критически рассмотренная она оказывается попросту неверной. Ну, кстати, а неверная она оказывается, потому что Ютковский неправильно трактует религии и плохо знаком с христианской философией. Ему везде хочется навязать своего боеса, и это самая главная его задача. И ошибка, что самая главная, да? Как будто бы, если бы раньше религии были боесовскими, а теперь перестали быть, то это как будто бы что-то значит, и как будто бы представители современных религий должны отказаться от такого религиозного агностицизма или чего-то подобного, и такие, ну все. Но это было не так. Так, понятие веры не вчера придумано. Понятие веры, фундаментальное понятие внутри христианства, оно придумано далеко не вчера. Оно придумано, ну, оно использовалось уже Климентом Александрийским, например, может быть, даже и раньше было, я просто сейчас не буду вдаваться в подробности. Из чего бы? Даже если бы люди раньше придерживались мнения о том, что в религии все доказуемо и подвергается экспериментированию, что определенно не так, то это бы сделало ложным обратное мнение, что не все поддается экспериментированию, да? Да нет. Почему? Это то же самое, что говорить, вот первобытные ученые, они не занимались составлением теорий, они в пещерах просто колеса каменные делали. А современные ученые какой-то ерундой занимаются, неправильно делают. Ну, как-то вот на таком уровне идет дискуссия. Это странно. В каком-то смысле Ютковский показал правильные примеры, согласно которым религии не были, и, что самое главное, и сейчас не остаются полностью умозрительными и не требующими доказательств. Чудеса действительно могут считаться некоторыми доводами, да, ну, аргументами, доводами, но чудеса не так уж и много доказывают, потому что в христианстве мы встречаемся с понятием веры, которое у многих мыслителей важнее понятия знания. И сама суть заключается не в том, что чудо, чудо произошло, все, давайте верить, о, Иисус сделал чудо, о, а теперь дьявол сделал чудо, давайте верить в дьявола, о, Господи, а теперь вот, там, не знаю, какой-нибудь другой бог сделал чудо, давайте верить в этого бога. Ну, это не так работает, да, мы верим, потому что нам неспослан авторитетный некий текст, и, что самое главное, вера, она как будто бы является самоценной. Даже если вы внезапно, значит, проведете какой-то тотальный анализ всех этих чудес, и окажется, что из этих чудес не следует, что бог существует, а оно не следует на самом деле, вы никаким образом не уничтожите христианство, христианство, оно и раньше бы сохранилось, и сейчас сохранится. Дальше Ютковский пишет, про возглашение и крики одобрения, статья, однажды я посетил конференцию по теме совместимы ли религии и наука. Да, сделал он это, и там он какую-то женщину опускать начал, какая-то язычница начала нести какой-то, по его мнению, бред, и он ее начал опускать на протяжении всей статьи. И вот он привлекает Денета для того, чтобы эту женщину как бы раскритиковать. Денет, автор понятия веры в убеждения, считает, что большую часть того, что мы называем религиозными верованиями или религиозными убеждениями, стоит изучать как религиозные провозглашения. Ну и да, самое главное, что дентовский саентизм и саентизм Ютковского нельзя называть религиозными провозглашениями, потому что у них это научное провозглашение. Главное не перепутать, друзья. Байос познает, мир натуралистичен, наука прекрасна, атомы существуют, эволюция существует и так далее. Пруфов не будет. Пишем, читаем дальше. Я думаю, что все же несколько чересчур считать, что религиозные верования заключаются лишь в громком повторении определенных фраз. Большинство людей довольно честны. И после произнесения религиозных предложений вслух чувствуют себя обязанными повторить их мысленно, чтобы эта мысль прозвучала в их сознании. Здесь я отчасти, может быть, и согласен. Но то же самое происходит и с Ютковским. Ну да ладно. Убеждения, как и деяния. Следующая глава Ютковского. Я уже разделил убеждения как контролера ожиданий. Веру в убеждения, провозглашения и крики одобрения. Контролера ожиданий мы будем называть полноценными убеждениями. Остальные формы неполноценными убеждениями. Полноценное убеждение может быть неверным или иррациональным. Искреннее убеждение в том, что молитва исцелит больного ребенка. Но остальные формы иногда трудно вообще считать за убеждения. Лол, да, ребят. Те убеждения, те убеждения, которые котируются в нашей секте, это полноценные убеждения. А все остальные, они неполноценные. Ну тут как бы да. Вот мы решаем, какие убеждения полноценные, какие неполноценные. Причем такие слова всегда оценочные. Плохие, хорошие, полноценные, неполноценные, точные, неточные. Прояснений не будет, что точно, что не точно. Ну, короче, типичный Ютковский. Все крайне рационально. Еще один подвид, пишет он, Ютковский, неполноценных убеждений, убеждения как групповая идентификация, способ входить в сообщество. Робин Ханссон использует великолепную метафору. Люди, носящие необычную одежду в качестве своей униформы, например, риза священника или еврейская кипа. Поэтому я буду называть это убеждением как идеянием. Убеждение как идеяние может объяснить, почему люди могут придавать такой вес неполноценным убеждениям. Подразумеваю, что вера в убеждения или религиозные провозглашения сами по себе с трудом порождают глубокие и мощные эмоциональные эффекты. С другой стороны, человеку очень легко, искренне, пылко, на инстинктивном уровне принадлежать группе более чем... Принадлежать группе, болеть за любимую команду под названием «Республиканцы против демократов» и аналогичную лже-дилемму в других странах. Но это, другой разговор, идентификация с племенем – очень мощная эмоциональная сила. Люди готовы за нее умереть. И после того, как человек стал членом племени, он начинает вкладывать в убеждения, которые играют роль племенной униформы, всю ту страсть, с которой он принадлежит к этому племени. Вот она. Дексология в условиях тотального догматизма и презрения к своим соперникам. Есть полноценные убеждения, есть неполноценные. 99,99% людей обладают неполноценными убеждениями. Большинство их убеждений неполноценные. Они просто носят одежду и все. Но зато мы в байсовском кителе совсем другие. Мы полностью отличаемся от этих жалких людишек. Мне видится, что подобный обзор мнений до унизительности примитивен и, что самое главное, до унизительного уровня ангажирован, что самое главное, крайне ангажирован. Так вот, следующая глава Юлизера Ютковского. Табличка аплодисмента. Но без уточняющих положений, утверждений, не более чем табличка аплодисменты. Порой мне хочется толкнуть речь, целиком составляющую из табличек аплодисменты. Он это и делает. Чтобы посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем аудитория начнет хохотать. Так разве вся эта книжка не есть, ну и все эти статьи не есть табличка аплодисменты? Атомы существуют, нужны аплодисменты. Эволюция есть, тоже нужны аплодисменты. Но все это просто правдоподобные и самые простые теории, которые только можно предположить. Но опять же, табличка аплодисмента нужна. Хлопайте, хлопайте, друзья. Я за науку, я за рационализм. За все хорошее против всего плохого. За эффективность и, конечно, за точность. Что бы это ни значило. И за познание реальности с помощью карт местности. Хлоп, 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 хлоп. Друзья, давайте поаплодируем вместе. Браво, Елизарь Ютковский. Браво. Давайте так, все, мы дочитали до конца. Уже темнеет, уже сейчас дождь собирается. Я в таком живописном месте. Сюда пришел для того, чтобы зачитать вам лекцию по Елизарю Ютковскому на много часов. Это довольно странно. Людей здесь блага нету и никто даже близко не проходил. Это хорошо. Мой вывод по Елизарю Ютковскому, который я сделал не только на основании уже задоначенных мне статей, но и на основании огромного количества материалов, которые я уже разбирал множество раз. Это не первые материалы далеко. Вообще важно отметить, что Лос-Ронг это сообщество, которое существует в рамках одного дискурса и одного языка. В этом смысле оно догматично. Рационализм. Рационализм для этих людей является объектом. Может быть и не прямого, но косвенного поклонения. Причем особенный рационализм. Несмотря на крах рационализма в философии конца 19 века. Наука этого краха в принципе не заметила. Лос-Ронговца же, даже среди сиентистов, это довольно убежденная партия догматиков со своим языком и своими ритуалами. Своими решениями проблем, своим подходом к жизни. Средний сиентист в своем мировоззрении куда более разнообразен, чем средний Лос-Ронговец. При этом важно понимать, что весь рационализм Лос-Ронг строится на позиции человека, у которого нет формального образования, даже в сфере его области компетенции. То есть в искусственном интеллекте. А он замахивается на общие философские, методологические, антологические и многие другие вопросы. Я не говорю, что этого делать нельзя. Я не говорю, что это не может быть продуктивно, качественно и хорошо. И да, множество философов как раз не имели формального образования философского. Но в случае с Ютковским мы имеем дело с обыкновенным научным фанатиком, который довольно поверхностно понимает разные философские вопросы, включая вопросы рационализма, методологии познания, философию науки и многие другие, о которых он регулярно высказывается. На основании этого непонимания он основал полноценную секту с множеством верных фанатиков. А секта-то хорошо. Ей поступают какие-то простые информационные потоки. Эти простые информационные потоки Ютковский объясняет все понятно. У него такие прекрасные примеры. Какой же понятный и замечательный человек. За все плохое против всего хорошего. За рациональность против рационализма. За науку против мракобесия. В общем, за все хорошее против всего плохого. И все как бы отлично. И глупый человек, как бы он очень может легко это схавать. И это как раз такая сектанская, в плохом даже смысле сектанская, религиозная штука. Вот. Да, секта-то научная. И довольно тонко маскирует свой сектанский характер. Ведь многие известные сиентисты, например, Панчин, с большим удовольствием рекомендуют работу Ютковского для ознакомления. Секта же Ютковского продолжает развиваться и распространять свой птичий язык, основанный на современных научных представлениях. А иногда на мнении их великого учителя. Понимаете? Но все это выглядит так, будто бы необразованный гик рассуждает на те темы, о которых он ничего толком не знает и не понимает. По сути, он не принимает участие в серьезной философской дискуссии. А лишь упоминает в своих работах таких авторов, которые близки к нему по взглядам. Например, Денета. Причем он намного слабее Денета. Денет хоть в какой-то степени интересен. Он не считает нужным доказывать свои эпистемологические воззрения и не принимает участие в философском обсуждении все тех же проблем, которые озвучивает. Математика познает истину, потому что математика познает истину. Вот, байсовские методы позволяют нам чертить карту реальности, потому что они позволяют нам чертить карту реальности. И, что самое главное, во всей этой противоречивой игре словами и смыслами Ютковский полностью отказался от сомнения в своих фундаментальных убеждениях. Текст я зачитал. Ютковский – это, конечно, тот еще кадр. Это, конечно, тот еще кадр, друзья. Я бы подчеркну, человек, он, конечно, не глупый. При наличии некого образования в области, например, философии, и имея такие же самые взгляды, хотя такие же взгляды он бы вряд ли имел, но имея подобные взгляды, мне кажется, его позиция была бы куда более взвешенной. Но Ютковский – слишком простой сиентист, слишком поверхностный сиентист, слишком примитивный в каком-то смысле сиентист. И, честно говоря, мне не кажется, что собираться вокруг него целыми толпами и поклоняться Ютковскому – это хоть сколь-нибудь хорошее занятие, хоть сколь-нибудь продуктивное, просто потому что, ну, это бессмысленно. Это реально популизм в рамках такой некоторой философии. Это плохой, некачественный популизм, замаскированный под научную секту. Короче, как-то так. Друзья, большое вам спасибо за то, что вы смотрели этот материал. Большое спасибо Дену Би за заказ данного материала. Обращайтесь, друзья, если что, ко мне за подобными материалами, контентом и так далее, так далее, так далее. Большое вам спасибо за заказы, большое спасибо за то, что просмотрели. Те герои, которые просмотрели это до конца, вы молодцы. Это был довольно длинный обзор, куда более длинный, чем у нас обычно бывает с разными лекциями. И в таких вот условиях экстремальных, так скажем, вдруг там люди пройдут, волки нападут, там, не знаю, злые собаки, еще что-нибудь. В общем, рискую своей жизнью в белом костюме, в костюме Кирио из игры Якудза. Но да ладно. Друзья, спасибо вам еще раз большое, приходите ко мне на стримы. Подписывайтесь, кстати, на Бусти. На Бусти выходит курс по дексологии. Да, вот уже мы закончили про секту Ютковского, теперь давайте перейдем к обсуждению секты Шадова. Подписывайтесь на Бусти, 500 рублей, там курс по дексологии продвигается постепенно, и он дорабатывается. Вы можете, безусловно, посмотреть, что там из этого получится. Подписка на 500 рублей в месяц позволит вам получать информацию о разных курсах, которые я буду дальше умножать. Будет много курсов, и вы будете платить 500 рублей в месяц мне, сюда, как говорит Папич. Так что будьте добры, друзья, подписывайтесь. Уникальный курс по дексологии, такого, в принципе, нигде нету, вы нигде этого не получите. У меня на канале тоже этого немного, ну, немного есть, но мы это как-то оформляем. Уже по-новому немного переосмысляем дексологию, готовимся к выпуску более поздних текстов. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь, соответственно, на Бусти за 500 рублей. Спасибо вам большое за просмотр. Я отключаю камеру. По-другому сделать это не получится, к сожалению. Продолжение следует... Если вы будете podcasts, то, конечно, это нормально.